Ардов Апрелевым. Из воспоминаний об Иване Сергеевиче Тургеневе. Тургенев познакомился с Еленой Ивановной Бларамберг в замужестве Апрелевой 1846-1923 годы в 1871 году в Петербурге в доме композитора Серова. Возможно, что еще до этого он знал о ней от старшей дочери Полины Виардо Луизы Эррит, чьим близким другом была Елена Бларамберг. Тургенев одобрил первые творческие опыты своей новой ученицы, представил ее в литературных столичных кругах как образованного, умного и способного человека, познакомил с Писемским и Стасюлевичем. Впоследствии, часто бывая на средах у Писемского, Бларамберг подробно писал о Тургеневу, видимо, по его просьбе, об этих литературных вечерах. «Радуюсь, что вам наша женская литература нравится, она действительно этого заслуживает, да и кроме того, это знаменье времени», замечал Тургенев в письме Каненкову от 13-25 ноября 1879 года. Эти слова Тургенева о женской литературе, как о своего рода знамении времени, во многом объясняют причины того постоянного, порой энтузиастического участия, которое принимал он в судьбах творческой молодежи. Сам факт прихода женщин в литературу рассматривался Тургеневым как закономерное явление в долгожданном и столь необходимом для России процессе эмансипации личности. Воспоминания Бларамберг, литературный псевдоним Ардов, особенно интересны в той их части, где речь идет о жизни Тургенева в Бужевале, ибо мемуаристка была одной из немногих, имевших возможность наблюдать изо дня в день в течение довольно долгого времени «Жизнь в ясенях». Впервые воспоминания опубликованы в «Русских ведомостях» 1904 года в номерах 4, 15, 18, 22, 25, от 4, 15, 18, 22 и 25 января. Печатается по тексту первой публикации. Это было в марте 1871 года, вскоре после кончины Серова. Серов умер 20 января 1871 года. Мы собрались у вдовы покойного композитора, и в ожидании Тургенева сидели в небольшой, скромно, если не скудно, меблированной комнате, служившей музыкальной чете, кажется, чем-то вроде гостиной. Старшая дочь Полины Виардо, госпожа Луиза Эрит, жила в это время у Серовой, и ее-то и хотел навестить Иван Сергеевич в этот достопамятный для меня вечер. Тургенев приехал прямо с вечера в пользу литературного фонда, на котором он читал. Приехал поздно. Мы уже потеряли надежду его увидеть. Тургенев впервые встретился с Еленой Бларамберг между 15, 27 февраля и 21 февраля, 5 марта 1871 года. Однако в Тургеневской летописи нет упоминания о том, что писатель именно в этот промежуток времени выступал с чтением своих произведений на вечере в пользу литературного фонда, о чем упоминается в мемуарах. Он выступил с чтением бурмистра несколько позже, 27 февраля, 11 марта, в клубе художников на литературно-музыкальном утре в пользу гарибальдийцев. Продолжая начатый впередний разговор, Тургенев, надевая пенсне на плоской черной ленте, замешкался несколько в дверях. — Ошикали, форменным образом ошикали! — смеясь, говорил он на ходу, и с этими словами вошел к нам. Госпожа Эрит представила меня ему. Он мягко обхватил мою руку своей украсивой, выхоленной белой рукой и остановил на мне внимательный, как бы испытующий взгляд прекрасных, вдумчивых и несколько грустных глаз. — Ошикали! — повторил он, все так же посмеиваясь. Смеялся он заразительно, по-детски, обнаруживая белые, частые мелкие зубы сквозь седые усы, соединявшиеся с серебристо-белую, волнистую, мягкую, как шелк, бородой. Странное ощущение, когда шикают. Я подождал, постоял, поклонился и ушел с эстрады. — Тургенев, это вы говорите только для красного словца, — сказала госпожа Эрит. Никто Тургеневу не станет шикать. — Факт остается фактом, — настаивал он на своем. А факт был тот, что его встретили аплодисментами, и аплодисментами же сопровождали чтение. Только в задних рядах раздался слабый протест. Взрыв аплодисментов покрыл его, но настороженное ухо автора «Отцов и детей» уловило и этот намек на протест, который как бы подтвердил нарекание, вызванное со стороны молодежи знаменитым романом. Со времени появления «Отцов и детей» Иван Сергеевич, как он мне впоследствии рассказывал, получил немало писем обвинительного свойства. В резких выражениях и брани авторы писем не стеснялись. Один из них даже дошел до письменного заявления, что «де такого, следует грубое ругательство, не зазорно и подстрелить из-за угла». Иван Сергеевич рассказывал, что в письмах из Гейдельберга ему грозили приехать в Баден-Баден, где он жил, со специальной целью разделаться с ним. Поэт Случевский в одном из несохранившихся писем к Тургеневу сообщал о резко неприязненном отношении русских студентов, учившихся в Гейдельберге, к роману «Отцы и дети». В своем ответном письме к Случевскому от 14-26 апреля 1862 года Тургенев категорически отрицал обвинение в якобы преднамеренных выпадах против демократической молодежи. Не менее острой была реакция части гейдельбергской молодежи на следующий роман Тургенева «Дым». В сатирическом изображении Губаревского кружка она усматривала выступление против революционной эмиграции. Муратов. Гейдельбергские арабески в «Дыме». Литературное наследство. Том 76. Страницы с 71 по 105. Угрозы оставались угрозами, но обвинение и непопулярность, размеры которой он, впрочем, живя за границей, преувеличивал, не могли не наложить своей печати. — Позвольте вас проводить, — обратился он ко мне. Неожиданность предложения, волнение, робость, овладевшие мною при мысли, что я весь долгий путь с Васильевского острова до Гагаринской, где жили мои родители, проеду с глазу на глаз с писателем, которому относилась с юношеской восторженностью, лишили было меня слов. Но он заговорил так просто, так добросердечно, лишь только попавшийся нам плохой извозчик тащил нас кое-как по рыхлому снегу, что я скоро оправилась и спокойно, без трепета могла слушать и отвечать ему. — Россия переживает такое время, когда художественные произведения ей не нужны, — сказал он, между прочим. — Вы говорите, — продолжал он мне в ответ, — о влиянии, какое я будто бы имею, а то и любви, какую пользуюсь. Это относится к прошлому, а теперь я вижу только резко выраженную враждебность. Новые птицы, новые песни. Нам, отсталым писателям, пора и умолкнуть. Три-четыре дня спустя мы снова коротали вечер в ожидании Тургенева у Серовой. Он и в этот раз приехал поздно, прямо с педагогического диспута Софьи Константинной Кавелиной с известным преподавателем истории Сиповским, если не ошибаюсь. Впечатление, вынесенное им с этого диспута, было огромное, потрясающее. Молоденькая, восемнадцатилетняя девушка с ясными глазами в сером платье и белом платочке на шее поразила его и многосторонним знанием, и точностью, определенностью приводимых ею доводов, и тою простотой, искренностью и сдержанностью, с которыми она вела прение в присутствии многочисленных слушателей. Тургенев был очарован, но его приводило в восхищение и внушало ему какое-то трогательное благоговение, главным образом то, что эта очаровавшая его девушка была русская девушка. В ней он видел нарождающийся новый тип честной, благородной русской женщины, бодрой, умной, кроткой, веселой при изумительном трудолюбии и обширном образовании. Диспут Кавелиной с известным русским педагогом Сиповским о преподавании истории в средних учебных заведениях состоялся 20 февраля 1871 года на заседании Санкт-Петербургского педагогического общества. В письме Квиардо от 22 февраля Тургенев рассказывал о том необыкновенном впечатлении, какое произвела на него Кавелина. Молодая девятнадцатилетняя барышня, дочь профессора из числа моих друзей, господина Кавелина, перед двумя сотнями слушателей в диспуте на историческую тему отстаивает свое мнение с редкостными знаниями, уверенностью и красноречием. Вот это, несомненно, нечто новое, и ни тени педантизма, детская непосредственность, такая полная отрешенность от всего личного, что исчезает всякая робость. Это удивительно. Тургенев письма, том девятый, страницы, 365-366. Кавелина в замужестве Брюллова, впоследствии одна из первых женщин-историков, автор оригинальных исторических исследований. Брюловой написана литературно-критическая статья о Нове, в которой она называет роман великим произведением, политическим исповеданием веры писателя. О Брюловой и Тургеневе предисловие и публикация Будановой, статья Брюловой о романе «Новь», литературное наследство, том 76, страницы с 277 по 320. Тургеневу принадлежит некролог о Брюловой, Тургенев, сочинение, том 14. Лицо его, когда он это высказывал, сияло, и глаза утратили обычное грустное выражение. Для него вечер в педагогическом собрании, на котором так блистательно выступила талантливая и симпатичная русская девушка, составлял радостное событие, и радость эта подтверждала его горячую любовь к родине. Какими несправедливыми показались мне упорно преследующие его упреки в том, что он, живя за границей, изменил России, разлюбил ее. В этот приезд в Петербург я более с Тургеневым не встречалась. Года четыре спустя госпожа Эрит тайком от меня отправила ему два или три записанных мною по ее просьбе рассказа, импровизированных в длинные зимние вечера, которые мы проводили с нею в Дрездене. Рассказы эти утрачены. Содержание их не помню, но отзыв Ивана Сергеевича побудил меня приняться за более серьезную работу. Первая часть задуманного романа была ему отправлена на рассмотрение с просьбой дать мне, ввиду его отъезда в Россию, рекомендательные письма к лицам, причастным к литературе. Полученное от него письмо служит лишним доказательством того внимания и той бережности, с какими он относился к начинающим писателям, не жалея времени на чтение незрелых произведений и радуясь как находке малейшему проблеску дарования. В письме от 13-25 августа 1875 года из Парижа содержался критический разбор первого романа Бларамберг «Без вины виноватые». Роман, по мнению Тургенева, являлся плодом ума наблюдательного, начитанного и теплого, правдивого сердца. Тургенев письма, том 11, страницы 113-114. Роман был опубликован в «Вестнике Европы» за 1877 год в номерах 7-8. Впоследствии мне пришлось еще больше убедиться и в его терпении, и в него неистекаемом доброжелательстве. Вороха рукописей, заваливших стол в Париже, неутомимые с одинаковым вниманием разбирались и рассматривались. Рекомендательные письма Ивана Сергеевича ввели меня в круг московских писателей и способствовали моему тесному знакомству с Писемским. О нем, о его средах, на которых неизменными гостями были Островский, Мельников-Печерский, Кошелев, Юрьев и другие, я писала Тургеневу подробно и под свежим впечатлением. Черновики некоторых этих писем сохранились, но, к сожалению, его письма, адресованные мне в Москву, утрачены. Дальнейшее знакомство продолжалось в Париже, куда в начале 1876 года переехала на жительство госпожа Луиза Эритт. День моего приезда в марте того года совпал с одним из знаменательных четвергов Полины Виардо, на которых появлялись все звезды музыкального, писательского и артистического мира. Артистические четверги и вторники в доме Виардо имели европейскую известность. «Все шло под эту кровлю высокого художества, считая честью быть у гениальной певицы и музыкантки», рассказывал художник Боголюбов. «Литературное наследство», том 76, страница 450, а также в настоящем томе «Воспоминания Фории» Поля Виардо. Салон, куда весь артистический мир Парижа стремился попасть, был убран в строго выдержанном стиле. Ничего лишнего, много простора. Белая лакированная мебель, обшитая светлым шелком, не загромождала середины комнаты. Слева от рояля две ступеньки вводили в картинную галерею, освещенную сверху. Здесь помещался орган, и находилось несколько немногочисленных, но очень ценных картин. Между ними превосходный портрет масляными красками Тургенева работы Харламова, на мой взгляд, лучший из всех мне известных портретов писателя, передававший и его черты, и характерное выражение его глаз и лица, не говоря уже о мастерском исполнении всего целого. Салон, в который мы первоначально вошли, соединялся посредством раздвоенной стены с кабинетом господина Луи Виардо, мужа знаменитой певицы. Это был тогда человек лет семидесяти, сдержанный, даже несколько чопорный по внешнему виду, но бодрый, крепко сложенный, коренастый, среднего роста, с очень крупными чертами лица, на котором улыбка появлялась редко, и, когда появлялась, то придавала серьезному суровому лицу выражение особого добродушия. Превосходный переводчик Дон Кихота Сервантеса, знаток живописи, составитель известных каталогов картинных галерей Лувра, Мадрида, Дрездена, Ватикана и других, Луи Виардо пользовался заслуженной репутацией образованного и стойкого в политических убеждениях человека. Он был антиклирикал и антиимпериалист с головы до ног, и никогда, ни при каких обстоятельствах этими убеждениями не поступался. Прошло полчаса. На лестнице, ведущей во второй этаж, послышались скорые легкие шаги. Дверь салона распахнулась, и ко мне быстро направилась дама в черном кружевном платье. Большие на выкате близорукие глаза ласково смотрели на меня, но, стремительно поспешая вперед, она задела ногой кайму ковра, на котором я стояла, споткнулась и упала на одно колено. — Сразу же к вашим стопам! — воскликнула она весело. Но не успели Форе и Марианна подбежать к ней, как она гибким молодым движением поднялась уже на ноги и бросилась с протянутыми руками ко мне. Я была поражена и гибкостью, и стремительностью, и грацией, разлитой во всей фигуре Полины Виардо, далеко, однако, не без уковизни насложенной, и сразу поняла то обаяние, которое с первого взгляда производила эта великая артистка и очаровательная женщина на всех окружающих, не имея при этом за собой преимущества красоты. Прекрасны были у нее нос, лоб, волосы, придававшие верхней части лица в профиль вид камеи, изящные маленькие уши и совершенной формы бюст и руки. Глаза, отражавшие каждый оттенок настроения, своей выпуклостью не соответствовали понятиям о красоте, не соответствовали понятиям этим и толстые губы, и слишком широкие бедра. Тем не менее, общий облик был обаятелен, настолько обаятелен, что эта 58-летняя женщина заслонила собой и юную прелесть своих молоденьких дочерей. Вторая дочь, хорошенькая мадмуазель Клаудио Чемор, в это время тоже приехала с мужем, и эффектных блестящих дам, съехавшихся в тот вечер в ее салон. Были Сенсанс, Сарасаты, появился вслед за ними Шарль Гуно. Салон наполнился изысканной публикой, центром которой сначала до конца оставалась гениальная хозяйка дома. Но музыкальная часть вечера еще не начиналась, когда в дверях показался Тургенев, а с ним рядом плотный рослый господин с красноватым широким лицом, вниз спускавшимися длинными усами и маленькими зоркими светлыми глазками, наружностью напоминающей отставного майора. То был Гюстав Лобер. Оба писателя на мгновение остановились в дверях. Здесь, в этом салоне, где сосредоточивалось все, что писательский, музыкальный и артистический мир Парижа мог предложить наилучшего, где блестели звезды первой величины, здесь, среди утонченной художественной обстановки, наружность Ивана Сергеевича еще больше выделялась своей выразительностью и духовной красотой, чем в Петербурге, в плохо освещенной по студенчески обставленной квартирке на Васильевском острове. В этот вечер Полина Виардо принимала участие в исполнении только в качестве блестящего аккомпаниатора. Она вообще редко выступала как певица не только на эстраде, но и у себя дома. За все довольно продолжительное время знакомства мне удалось слышать ее всего дважды. Раз неожиданно в один из четвергов она сдалась на просьбы, и выбор ее пал на сцену лунатизма леди Макбет из оперы Верди. Сен-Санс сел за рояль. Госпожа Виардо выступила на середину залы. Первые звуки ее голоса поражали странным гортанным тоном, звуки эти точно с трудом исторгались из какого-то заржавленного инструмента. Но уже после нескольких тактов голос ее согрелся и все больше и больше овладевал слушателями. Все притаили дыхание, и с замиранием сердца ловили горячие страстные звуки. Все проникались ни с чем не сравнимым исполнением, при котором гениальная певица так всецело сливалась с гениальной трагической актрисой. Ни один оттенок страшным злодеянием взволнованной женской души не пропал бесследно, а когда, понижая голос до нежного ласкательного пианиссимо, в котором слышались и жалобы, и страх, и муки, певица пропела, потирая белые прекрасные руки свою знаменитую фразу «Никакие ароматы Аравии не сотрут запаха крови с этих маленьких ручек». Дрожь восторга пробежала по всем слушателям. При этом ни одного театрального жеста, мера во всем, изумительная дикция, каждое слово выговаривалось ясно, вдохновение, пламенное исполнение в связи с творческой концепцией исполняемого довершали совершенство пения. За Арией Леди Макбет последовал лесной царь Шуберта, тоже с аккомпанементом Сен-Санса. Мне случалось слышать эту всем известную балладу в исполнении многих выдающихся певиц и певцов. Полина Виардо затмила всех. Лесная драма проносилась перед вами, и сдержанный степенный голос отца, и испуганный шепот, жалобы и вопль о пощаде младенца, и вкратчивый, манящий голос лесного царя, переходящий в страстный, властный призыв. Впечатление получалось потрясающее. Талантом Виардо восхищались Антон Рубернштейн и Чайковский, Гуноя Шопен, Герцен, Флобер. Роль Ифигении в исполнении Полины Виардо в опере «Глюка Ифигения» в Тавриде была одной из особенно любимых Тургеневым. Иван Тургенев говорит о своем волнении, когда он слушал Ифигению в Тавриде утром на репетиции, пишет в своем дневнике Фанне Тургеневым. «Во всей музыке, говорил писатель, нет ничего более прекрасного, я это всегда утверждал и стою на этом». «Был потрясающий момент», вспоминал он, «там есть один стих, «моя отчизна уничтожена». Как она произнесла это? Там было несколько французов, они сильно побледнели, оркестр остановился, невозможно было продолжать, так это сильно». Литературное наследство, том 76, страница 377-я. Современники были на редкость единодушны, рассказывая о том ни с чем не сравнимом впечатлении, которое производила на зрителей Полина Виардо, певица и актриса. Вот что вспоминает, например, дочь Текерея, Изабелла Ричи, слушавшая Виардо. «В тот незабываемый вечер, так ярко запечатлевшийся в моей памяти, госпожа Виардо пела, аккомпанируя себе с какой-то особой, одной ей присущей прелестью и вдохновением. Это была одна немецкая баллада, что-то бесхитростное и вместе с тем очень сложное, что-то огромное и необъятное. Она пела, и в музыку вдруг врывался шум грозы и топот ног крестьянских ребятишек, бегущих по дороге. Мы слушали ее, и шум дождя наполнил комнату, и сами мы казались себе этими детьми. Когда песня замолкла, трепет восхищения, охвативший слушателей, перешел в восторженный хор похвал. Это было одно из тех мгновений, которые запоминаются на всю жизнь. Пение Полины Виардо затронуло в наших сердцах какие-то неведомые нам сокровенные струны. Ее глаза сияли, последние слова она произнесла почти шепотом. Перевод Хуцешвили Трудно было поверить, что так молодо, пылко, вдохновенно поет пятидесяти восьмилетняя женщина, у которой, по ее же словам, сохранилась в голосе всего лишь одна октава. Как бы, желая показать всю разносторонность таланта, столь прославленного меломанами сороковых годов, Полина Виардо в тот же достопамятный вечер исполнила по-испански с одним исполнителем-тенором, оперным певцом, комический любовный дуэт негра с негритянкой. Неподдельная веселость, кокетливая, жеманная игривость влюбленной негритянки, выдвинув партию сопрано-легкого жанрового дуэта, действительно явились новым доказательством гибкости и разнообразия изумительного таланта Полины Виардо по силе музыкального понимания и творческой передачи до силе не имеющей себе никого равного. В каждой исполняемой ею роли она давала цельный образ соответственно обстановке эпохи, в которой жило данное действующее лицо согласно темпераменту этого лица, говорил Тургенев, вспоминая блестящий период театральной деятельности певицы. Кто не слыхал, не видал ее в Орфее и Эфигении глюка, Фиделио в Дездемоне, Норме, Розине, Савельский цирюльник, тот не может понять энтузиазма, который овладевал всем зрительным залом, когда Полина Виардо появлялась на сцене. На другой день моего приезда в Париж ровно в одиннадцать часов утра коммердинер Ивана Сергеевича, извещенный снизу звонком привратницы, отворил мне на площадке верхнего этажа дома пятьдесят рюде до дверь в помещении своего господина. Здесь, в этом скромном из трех комнат состоящем помещении, проводил Тургенев зимние месяцы со дня переезда из Баден-Бадена в Париж. Сюда, как мусульмане в Мекку, стекались знаменитости всех национальностей. Сюда же являлись в бесчисленном множестве соотечественники и соотечественницы всякого состояния, настроения, направления. Редко кто выходил отсюда неудовлетворенным. Тургенев не умел отказывать и, если не мог удовлетворить просьбу тотчас же, то давал обещание по возможности ее исполнить. Обещаний своих он не забывал, что мог делал и огорчался искренне, если попытки не увенчались успехом. Ивана Сергеевича часто упрекали в популярничанье. Каким он был в молодости, не знаю. Мне пришлось познакомиться с ним за несколько лет до его кончины, когда он приблизился к шестидесятилетнему возрасту. В это время его мягкость, снисходительность и чарующая простота обаятельно действовали на всех, кто к нему подходил. Он был и остался большим барином в силу своего происхождения и той сферы материального обеспечения, в которой вырос в силу привычки, благовоспитанности, от которой не мог, да и не желал отрешаться. Но барство его проявлялось не в оскорбительном высокомерии в обхождении с теми, кто стоял ниже по происхождению или состоянию, а в брезгливом отношении ко всему мелкому, пошлому, наглому, лживому и продажному. Когда коммердинер распахнул передо мной дверь, Тургенев сидел за письменным столом спиной к свету, лицом к выходу. Тонкая, вязаная, темная фуфайка облекала его могучий стан. Он встал, подошел поздороваться и, предложив сесть к столу, вернулся к своему рабочему креслу, но скоро снова встал и продолжал беседу, то шагая по ковру, то останавливаясь передо мной и пристально пытливо в меня всматриваясь. Мне казалось, что он не столько старается проникнуть в мои мысли, как уловить особенности лица, жестов, выражения. Беседа шла о второй части моего романа, рукопись которого лежала на столе. Взятая тема ввиду неопытности автора в житейских отношениях и как раз именно в тех самых отношениях, которые автор попытался затронуть, удивила его, но не вызвала ни улыбки, ни снисходительно небрежной критики. Помню, как увлекался он романом, появившимся под заглавием «Варенька Ульмина в Вестнике Европы». Роман этот в рукописи был первоначально прислан Ивану Сергеевичу, он нашел в этом произведении печать оригинальности, сильный красочный слог, настроение, одним словом, недюжинный талант. К этому роману он отнесся как к родному детищу. С начинающей писательницей Любовью Яковлевной Стичкиной Тургенев познакомился в 1878 году. Он заинтересовался ее повестью «Варенька Ульмина вещью очень странной, но живой». Тургенев письма том 12 книга 1 страницы 408 и 409 а также в настоящем томе воспоминания Луканиной. Повесть, переработанная на основе замечаний Тургенева, затем, по его рекомендации, была опубликована в Вестнике Европы за 1879 год в номерах 11 и 12. Впоследствии Тургенев принял живое участие в судьбе Стечкиной, тяжело заболевшей туберкулезом. «Приезжает молодая девушка-писательница лечиться в Париж», вспоминает Павловский. Иван Сергеевич бегает по отелям, отыскивая для нее помещение, знакомит с молодыми людьми, чтобы ей не было скучно, возит к докторам, которые будто бы с него ничего не брали, а они с него брали больше, чем с других, утешает, ссорится, когда больная капризничает и не хочет принимать лекарства, два-три раза в день бегает справляться об ее здоровье. И почему? Потому что у девушки этой есть талант. Павловский. Воспоминания об Иване Сергеевиче Тургеневе из записок литератора. «Русский курьер», 1884 год, номер 196, за 18 июля. В своих увлечениях он мог ошибаться и воображением дополнять недочеты того или другого произведения, но в этих увлечениях может быть более чем в чем-либо другом выступало желание, найдя хотя бы крупицу дарования поощрить к труду, имея в виду возможное нарождение и развитие нового на пользу России таланта. Не всегда однако он поощрял. Меня просили узнать мнение его об одной присланной ему повести. «Удивительное дело», сказал он в ответ, «композитор проходит теорию музыки гармонию, живописец не напишет картины, не ознакомившись с перспективой красками рисунком, в архитектуре, в скульптуре требуется первоначальная школа, только принимаясь за писательство полагают, что никакой школы не нужно и что доступно оно каждому, кто обучался грамоте. Автор повести, о которой вам писали, несомненно, человек грамотный и несомненно, полагает, что этого совершенно достаточно, чтобы накатать повесть и отослал ее ему обратно, без всяких комментариев. Не выносил он повестей с направлением. Можно быть рабским подражателем того или другого известного писателя, говорил он, можно быть жалким кропателем бесцветных водянистых рассказцев, но для чего к тягучей, бездарной, билетаристической форме пристегивать идею? Из первоклассных французских писателей в кабинете Ивана Сергеевича, кроме Флобера, я встречала Эмиля Золя. Флобер относился к Тургеневу с каким-то особенным нежным благоговением, но и в обращении Золя чувствовалось глубокое уважение. Золя плотный, ширококосный, с круглым заурядным лицом, напоминал скорее богатого изрядный капиталец скопившего собственника, чем писателя. Только глаза серьезные, вдумчивые, изобличали мыслителя. Он говорил мало, больше слушал. В то утро, когда мне в первый раз пришлось увидеть его, речь зашла об его романе «Западня». Успех этого романа превзошел ожидания автора. До этого романа Золя расходились вообще довольно туго. Отдельное издание романа Золя «Западня» появилось в начале 1877 года. Огромный по тому времени тираж книги был раскуплен в течение нескольких дней. «Да и теперь», заметил он с улыбкой, «я обязан успехам женщинам и духовенству. Мой издатель утверждает, пояснил он, что на десять покупателей моей книги приходится четыре женщины и четыре духовных лица». На первом представлении нашумевшей комедии Эркмана Шатриана «Друг Фриц» мне довелось увидеть и Альфонсо Доде. Пьеса Эмиля Эркмана и Луи Шатриана, выступавших под общим псевдонимом Эркман Шатриан «Друг Фриц», шла на сцене комедии Францез в декабре 1876 года. Мы шли, направляясь за толпой, к выходу по узким коридорам комедии Францез, когда с нами столкнулся, протискиваясь сквозь толпу, человек маленького роста, узкоплечий, с огромной головой, точно отнятый от другого туловища. Громадная, густая, длинная до плеч шевелюра, темная борода и прекрасные мягкие бархатные глаза довершали симпатичный, общеизвестный по фотографиям облик блестящего романиста. С порывистостью и живостью южанина приветствовал Тургенева Доде и, кинув на ходу вскользь похвалу пьесе Эркман Шатриана, напомнил, удаляясь, об очередном литературном обеде, на котором сходились еженедельно братья Гонкуры, Флобер, Золя, Альфонс Доде и Тургенев. Когда мы двигались в толпе по тесным закоулкам дома Мольера, вокруг нас раздавался сдержанный благоговейный шепот «Это Тургенев! Великий Тургенев!» Подобного рода восклицания мне приходилось слышать каждый раз, когда Иван Сергеевич одновременно с нами появлялся в концерте, в театре, вообще среди какого-нибудь сборища. Львиная, седая голова, высокий рост, характерное, белую, шелковистую бородой обрамленное лицо обращали на него общее внимание. Редкий старелому писателю «Но надо умолкнуть». А между тем, новые люди, новые течения мысли, намечавшиеся в России, продолжали привлекать его внимание. Некий господин Н, русский, поселившийся временно в Париже, возбудил в нем живейший интерес. Когда и при каких обстоятельствах Тургенев с ним познакомился, я не знаю, но в разговоре он часто о нем упоминал. Однажды мы с Н почти одновременно вошли в кабинет писателя. Иван Сергеевич нас познакомил. Наружность Н была незаурядная. Далеко не юноша лет тридцати, рослый, плечистый, борода окладистая, лоб умный, рот резко очерченный, с плотными губами, взгляд быстрый, глаза наблюдательные. Он сел или, скорее, повалился на диван и, опираясь ладонью на колено, не менял принятой позы, как не менял непроницаемого выражения лица. Говорил он мало, выражался односложно, как бы давая понять, что мог бы сказать гораздо больше, если бы считал это нужным. Беседу вел Тургенев. Он сидел в кресле против своего собеседника, не спуская внимательного, доброжелательно испытующего взора с его лица. Каждое отрывистое выражение, небрежное замечание неразговорчивого и, несомненно, высокомерно державшегося гостя, порой Энн ограничивался просто неопределенным мычанием, он, казалось, ловил с жадным интересом и задерживал в неисчерпаемом кладезе своей памяти, пропуская совершенно без внимания то, что в обращении Энн могло быть лично для него оскорбительным. «Носится с ним», говорили мне соотечественники, посмеиваясь над ухаживанием Тургенева за Энн, как они выражались, «А Энн морочит старичка, на, дескать, пиши с меня тип для нового задуманного романа». Вряд ли Энн мог морочить Ивана Сергеевича и вряд ли поза ускользнула от наблюдательности писателя, но он умел отбросить внешнее ненужное, не давая этому ненужному затемнять того, что оказалось ему существенным. Факты, свидетельствующие о силе воли, неустрашимости и находчивости, вот что заинтересовало Тургенева в Энн и побуждало искать в этой личности тот нарождающийся тип, твердо идущего к намеченной цели человека, которого он надеялся, мнил, хотел видеть в представителях нового поколения. Лица, с грехом пополам окончившие неудовлетворительный курс неудовлетворительного русского среднеучебного заведения и часто не переступившие даже за половину университетского курса, считали себя вправе относиться скандачка к одному из самых образованных людей нашей родины, первоклассному при том писателю, который за свою долгую плодотворную жизнь ни одной строки не написал против своего убеждения, никогда не потворствовал своим пером ходячим вкусом и требованием приходящих веяний и при всей своей мягкости, впечатлительности, продолжал живя и вдали любить Россию, как любят ее на чужбине, как любил ее другой большой писатель Александр Иванович Герцен какую-то жгучую мучительную любовью, отдавая ей все помыслы, талант свой и труд, хотя именно из России шли все те удары, которые заставляли его временно сомневаться в собственных силах. «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись», писал он еще в 1859 году. Так думал он и 16 лет спустя. В апреле одновременно с семейством Виардо Иван Сергеевич переехал в Бужеваль на свою дачу. В мае и я по приглашению госпожи Виардо поселилась у нее на даче на все лето. Дача Тургенева находилась в сажениях в 20 от дачи госпожи Виардо. Подниматься приходилось к обеим дачам от набережной Сены легким подъемом в гору, где на некоторой высоте белелась меж ясеней дача Полина Виардо, а на том же уровне справа от нее, точно выступая из корзины цветущих фуксий и махровых пеларгоний, густую кустистую порослью обхвативших словно пестрым ярко-цветным поясом фундамент бросался в глаза грациозный изящный как игрушка резьбой украшенный швейцарский домик Ивана Сергеевича. Швейцарский и русский стиль удачно соединялись во внешнем виде летнего приюта писателя, а внутри все отличалось строгую простотой и комфортом. Кроме общего сохранившегося в памяти впечатления художественного сочетания красок и линий во всей обстановке мне припоминаются артистически расписанные стекла в дверях с изображением картин из русской жизни в разных ее проявлениях зимние пейзажи сцены охоты избы сани тройки. Но лучшим украшением этой очаровательной дачи был несомненно кабинет Тургенева во втором этаже обширный высокий светлый где темно-красным обоем соответствовали массивные черного дерева кресла стулья диван обтянутые красным софьяном художественной работой книжные шкафы черного же дерева внушительных размеров письменный стол крытый тоже красным софьяном свет проникал с двух сторон три окна выходили в парк а одно более широкое приспособленное для занятий живописью было проделано в фасаде отсюда открывался вид на сену и ее расцвеченные садами и кокетливыми датчиками берега близ этого окна помещался всегда мольберт с начатую или законченную картиной вторая дочь госпожи виардо клаудио шамер проводившая лето с мужем и малюткой дочерью родителей в ле франс занималась живописью и для нее то и был устроен в кабинете уголок мастерской художника день в ле франс начинался довольно рано Иван Сергеевич утром не выходил из своего шале редко появлялся он и ко второму завтраку в таких случаях присаживался в сторонке и выпивал только чашку крепкого чаю самовар обязательно подавался к этому завтраку часа в три по окончании уроков пения не прекращавшихся и летом мы сходились обыкновенно у него в кабинете Клаудия садилась за мольберт я в некотором расстоянии от нее она писала с меня портрет госпожа Виардо занимала место у круглого стола с каким-нибудь рукодельем Марианна тоже а госпожа Эрит читала вслух что-либо из новейших произведений английских или французских писателей помнится предметом чтения в то время был только что появившийся растянутый роман Джорджа Эллиота Даниэль Деронда Иван Сергеевич часто присутствовал при этих чтениях он сидел у письменного стола иногда слушал и вставлял замечания иногда балагурил причем Клаудия или Марианна вскакивали тормошили его зажимая ему рот и восклицая постойте Тургель не будете ли вы столь любезны оставить нас в покое мы хотим послушать Тургель было дружеское прозвище данное ему молодой женской половиной семейства иногда чтение надолго прерывалось шутками смехом бесчисленными анекдотами которыми Тургенев так и сыпал в часы хорошего расположения духа и первый добродушно смеялся заставляя смеяться других иногда во время чтения он пробегал свою многочисленную корреспонденцию или же присаживался к Мольберту Клауде и следил за ее кистью изредка по воскресным дням мы оставались в гостиной госпожа Виардо садилась за рояль одно утро помню было посвящено на ознакомление с партитурой оперы кузнец Вакула Чайковского другое на исполнение Шопена как современница Шопена лично его знавшая слышавшая его игру обладая притом превосходной техникой Полина Виардо передавала шопеновские ноктюрны вальсы мазурки прелюды с выдающейся экспрессией и законченностью слушая проникновенную игру Тургенев сидел в отдалении в кресле и прикрыв глаза рукой казалось весь отдавался настроению музыки сам он ни на одном инструменте не играл любил больше всего Моцарта Шуберта затем Шумана Шопена и не любил Вагнера у него по его словам на первом представлении Тангейзера жестоко тогда свистанного имелся тоже на всякий случай ключ в кармане пустил ли он его в дело не знаю помнится он смеясь уверял что общий пример его увлек как бы то ни было но и впоследствии Вагнер не пользовался его симпатиями и только позднейшими произведениями вызывал в нем некоторый интерес к обеду около семи часов вечера собиралась вся семья бывали часто и посторонние застольную беседу направлял обыкновенно Тургенев он любил говорить и говорил хорошо уснащая свой разговор меткими тонкими замечаниями наблюдениями описаниями его слушали не только охотно но всегда живейшим вниманием мимолетная встреча обрывок мелодии запах цветка мысль выраженная и схваченная на лету складывались у него мгновенно в образы однажды возвратясь из Парижа к обеду в Лефранс он рассказывал за столом о разных встречах впечатлениях и между прочим упомянул что на одной из улиц он взял фиатр проехав немного он почувствовал сильный запах фиалок сначала он думал что аромат фиалок несся в спущенное окно фиакра из корзины сидевшей где-нибудь невдалеке продавщицы цветов но никакой продавщицы поблизости не было фиалками пахло внутри фиакра запахом фиалок была пропитана пошлая обтертая столькими спинами захватанная столькими руками обивка фиакра хорошенькая женщина ехала верно перед тем в этом фиакре букет фиалок лежал у нее на коленях фиалки держала она в руках фиалками благоухала ее одежда куда она ехала одна ли она ехала что она думала что чувствовала когда вдыхая аромат прижимала душистые прохладные фиалки к лицу грациозный женский образ полной поэзии и прелести уже намечался готовый войти в стихотворение в прозе но Иван Сергеевич только мимоходом коснулся его и видение исчезло среди других образов которые возникали чередуясь в его беседе когда он был в ударе иногда он спорил и спорил ожесточенно но никогда не переходил на личность никогда не оскорблялся колкостями и нападками часто едкими и не без оттенка раздражения на его мнение заговорили как-то о новейших типах женщин проникших в литературу Тургенев заметил что женщина нынче играет первенствующую роль так как к ней перешла энергия борца утраченная изнуренным пессимизмом мужчинами и ей по праву принадлежит будущее он много ходил днем по парку всего чаще один изредка с госпожой виардо с которой он совещался о своей работе и который читал каждую главу своего нового романа она прекрасно понимала по-русски отлично выговаривала когда ей приходилось петь русские музыкальные произведения но говорить стеснялась ни одна строка Тургенева с давних пор не попадала в печать прежде чем он не познакомил меня с нею сказала она мне раз вы русские не знаете насколько вы обязаны мне что Тургенев продолжает писать и работать заметила она однажды в шутку это не было тщеславным самообольщением даже поверхностное знакомство с этой гениальной артисткой делало понятным то влияние которое она должна была не могла не иметь на восприимчивую впечатлительную натуру писателя ее ум художественный вкус умение схватывать существенное и отбрасывать мелкое неважное ее разностороннее образование она в совершенстве владела испанским итальянским английским немецким языками наконец ее энергия трудолюбие и непоколебимая никому и ничему не поддающаяся сила воли должны были в часы ослабления художественного творчества действовать ободряющим и побуждающим к деятельности образом над дачей госпожи Виардо в глубине парка на верхней площадке стоял домик беседка из окна этого укромного домика мне приходилось незаметно наблюдать за Иваном Сергеевичем когда он совершая обычную прогулку медленно шел по крайней аллее в близком расстоянии от меня и лицо и походка выражали утомление и печаль мне казалось что в такие минуты уединения он чувствовал себя одиноким и оторванным от родной почвы и сознавал что как не близка ему дружеская семья и как нелюбим он всеми членами этой семьи а все-таки он волей судьбы прилепился к краюшку чужого гнезда как он выразился в письме к приятелю в конце мая мы предполагали все отправиться на несколько дней к Жоржзанд с которой семейство Виардо и Тургенев неизменно поддерживали многолетние дружеские отношения моему нетерпеливому ожиданию познакомиться со знаменитой писательницей не суждено было исполниться получилось письмо о тяжелой болезни Жоржсанд и вслед за тем известие о ее кончине Жоржсанд скончалась 8 июня 1876 года примечание Ардова Апрелевой известие это поразило Ивана Сергеевича который неоднократно подолгу гостил желанным гостем у Жоржсанд но особенно оно подействовало на госпожу Виардо Жоржсанд скончалась 8 июня 1876 года Тургенев в это время был в России и о смерти ее узнал из письма Полины Виардо которую связывала с автором Консуэлла давняя дружба в статье Некрологии несколько слов о Жоржсанд Новое время номер 105 15 27 июня 1876 года Тургенев привел большую выдержку из этого письма к нему Полина Виардо Тургенев сочинение том 14 страницы 232 233 В заключении статьи он сравнивал Жоржсанд с нашими святыми то есть деятелями русского освободительного движения всякий тотчас чувствовал что находится в присутствии бесконечно щедрой благоволящей натуры в которой все эгоистическое давно и дотла было выжжено неугасимым пламенем поэтического энтузиазма веры в идеал Тургенев собирался впоследствии написать серьезную статью о Жоржсанд Тургенев письма том 11 страницы 277 278 Несколько дней спустя Тургенев уехал в Россию куда его призывали расстроенные дела по имению он отличался как известно доверчивостью и непрактичностью несмотря на достоверные и непреложные факты доведенные до его сведения о неудовлетворительном управлении его имением Иван Сергеевич долго медлил положить этому предел в конце концов он решился однако поехать в Спасское с тем чтобы переменить управляющего имеется в виду Кишинский управляющий имение Тургенева в 1867 76 годах обнаружив большие растраты и хищения допущенные Кишинским Тургенев отстранил его от должности управляющего вскоре им был приглашен в качестве управляющего имениями Щепкин внук знаменитого актера письма его по поводу свершившегося события полны юмора объявив свой ультиматум и выдержав от рассчитанного управляющего целый поток угроз и грубостей он кипя от бешенства молча смотрел из окна как воз за возом увозили имущество кичливого пана примечая среди этого имущества знакомые несомненно всегда в Спасском находившиеся предметы пока и сам управляющий не выехал из ворот тогда словно опомнившись он выскочил в свою очередь за ворота и грозя кулаком вслед благополучно отъехавшему уже далеко управляющему разразился самую неистовую бранью облегчив себя этим взрывом никому не повредившей ярости он вернулся в дом и принялся в юмористическом тоне не щадя себя описывать эту комическую сцену в письме госпоже Вярдо Тургенев описывая свое пребывание в Спасском сказал между прочим что слышал от одной старухи крестьянки слово которое для него было как удар грома он внесет его в свой роман изумительно меткое выражение и такое простое несложное такое многозначищее оно должно стать таким же прозвищем как нигилист а слово это было опроститься опростелые мое возвращение в Париж прервало на некоторое время оживленные общения с обитателями Лефранс которые переехали только поздней осенью Иван Сергеевич однако еще до переезда на зиму в дом пятьдесят Рю-де-До поднялся ко мне однажды на пятый этаж он привез рукопись рассказом написанного мною в Лефранс и оставленного ему для прочтения Аполлон Маркович наш век 1877 года примечание Ардова Апрелевой Не могу припомнить в точности всего сказанного им по поводу рассказа Осталось воспоминание о том изумительном внимании с которым Тургенев отнесся и к этой второй работе начинающего писателя Рассказ вслед за тем был переведен на французский язык и по предложению Тургенева прочитан зимой в салоне госпожи Виардо в присутствии членов семьи и нескольких посторонних лиц На другой день в обычный час Иван Сергеевич с доброй улыбкой приветствовал меня в своем кабинете Рукопись перевода лежала у него на столе Великолепный великолепный перевод повторял он Я был бы рад если бы меня так переводили Рассказ Аполлон Маркович Тургенев рекомендовал для публикации Вестники Европы однако в журнале этот рассказ Бларамберг показавшийся Стасюлевичу слабым не появился Аполлон Маркович был напечатан в газете Наш век 1877 год номера 50 52 за 21 22 23 апреля под псевдонимом Ардов редакция газеты в специальном примечании рекомендовала начинающего автора как несомненный талант французский перевод рассказа был выпущен в Брюсселе в 1877 году Ну-с почин сделан Икс он назвал одного из бывших на чтении слушателей вернул мне незадолго до вашего прихода рукопись он истинно расположен к вам и огорчился потому что хотя рассказ ему и понравился но он считает его безнравственным Иван Сергеевич встал и шагая по кабинету заговорил о той пропасти которая разъединяет русского и француза различием их основного миросозерцания французы формалисты и твердо стоят на букве закона стоят все изаурядные зажиревшие буржуа и лица высокой культуры в вашем рассказе многократно обманутый оскорбленный муж продолжает с любовью относиться к жене до последней минуты ее жизни такое отношение не только глупо в глазах каждого уважающего себя француза но прямо безнравственно ибо закон не прощает а подвергает заслуженной каре жену за измену сезон начинается поздно в Париже и четверги возобновились в декабре если не позже но кроме четвергов у госпожи Виардо собирался по воскресным вечерам интимный кружок бывали Ренан Анри Мартен Литре Сенсанс Форе Годар и другие из русских частым посетителем вечеров был Панаев и его талантливая дочь имеется в виду Валериан Александрович Панаев публицист в 1876 году встречавшийся с Тургеневым в Париже его дочь Панаева Карцева брала уроки пения у Полины Виардо Молодежь устраивала шарады в действиях затевала разные игры В шарадах участвовал и Тургенев внося много оживления остроумия и беспредельного добродушия в эти забавы Эту черту характера Тургенева знали и ценили его друзья Тургенев любит шум и веселье записано в дневнике Жорсант он такой же ребенок как и мы танцует вальсирует какой он добрый славный этот гениальный человек Муруа Жорсант Москва 1967 год страница 395 о радостной артистической атмосфере царившей в кругу Тургенева Виардо рассказывают в своих воспоминаниях Боголюбов Танеев Репин в салоне Виардо собирался весь музыкальный Париж серьезная музыка чередовалась с веселыми танцевальными вечерами вместе с молодежью веселился Тургенев ставившие шарады а Сен-Санс по словам Репина аккомпанировал танцем с таким энтузиазмом что чуть на голове не ходил Поленов Поленова хроника семьи художников Москва издательство искусства 1964 год страница 15 К слову сказать его деятельное участие в играх и веселье молодежи никого не повергало в изумление Ренан Анри Мартен работавшие по 14 часов в сутки нормальный рабочий день француза не считали для себя предосудительным отдаваться часа на два самым наивным самым детским развлечением как например игра фанты причем Ренану человеку необыкновенной толщины и насчитывавшему уже тогда около семидесяти лет приходилось по нашему назначению прыгать через платок что он и проделывал при общем неудержимом хохоте самым простодушным образом часообеденный час отдыха для всех давал повод в Париже как и в Ла Франс к оживленной беседе касалась она разных предметов реже всего политики на Тургенево зимой довольно часто однако находила настроение пессимистическое под влиянием ли повторяющихся мучительных припадков подагры или других неизвестных мне причин о свойственных Тургеневу приступах горечи вызванных болью за состояние дел на родине вспоминает также Павловский русский курьер 1884 год номер 137 В эту зиму некая Мария Дюма задумала давать музыкально драматические утренние представления для ознакомления парижан с произведениями различных национальностей дошел черед и до русского утра Мария Дюма прислала госпоже Виардо ложу Программа состояла из первого действия русалки Пушкина сцен из каменного гостя его же Дон Жуан и Дон Наанна и вокально-оркестровой части драматическому отделению предшествовала лекция о русской литературе лектор начал прямо с Жуковского остановился несколько дольше на Пушкине и перешел к новейшей литературе знаменитейшего представителя который закончил он мы имеем честь видеть в стенах этого зала с этими словами лектор обернулся с поклоном к нашей ложе где позади дам сидел Тургенев публика встала раздались дружные аплодисменты Тургенев вынужден был тоже встать и раскланяться аплодисменты продолжались довольно долго и довольно долго Тургенев не садился и поклонами благодарил публику наконец все успокоилось занавес поднялся казалось бы после такой овации другой менее непосредственный человек отнесся бы или по крайней мере пытался бы отнестись снисходительно к исполнению но Тургенев не допускал искажения произведений того кого считал он света чем России русского народа русской литературы а исполнение русалки было жалкое особенно комическую фигуру представлял князь жиденький французик в каком-то шутовском костюме не то кучерском не то цыганском с его забавным размахиванием рук и непрерывным встряхиванием головы мы с трудом удерживались от смеха Тургенев не смеялся сжимая кулаки он не стесняясь громкими резкими восклицаниями выражал негодование и только уступая нашим просьбам согласился не замолчать а выйти из ложи между тем получились последние исправленные корректурные листы первой части нови Иван Сергеевич передал их мне для прочтения вскоре вслед за тем познакомилась я в корректурных же листах и со второй частью нови мы свиделись за воскресным обедом после обеда когда в салоне начали собираться посторонние посетители Иван Сергеевич подсел на стул сзади меня в уголке за роялем и в полголоса спросил ну что новь чудесно прочитано в один присест запоем но но вы не удовлетворены но они вам чужды Иван Сергеевич понял что говорится об остродумове маркелове и других и в душе не симпатичны помимо воли вы отнеслись к ним холодно может быть может быть сказал он будто несколько огорченный припоминая эту краткую ярко со всеми деталями места где она происходила внедрившуюся в память беседу меня поражает в то прошлое время недостаточно мною оцененное трогательное смирение с каким всемирно известный писатель выслушал мнение лица сравнительно молодого во всех отношениях неопытного и которое не могло иметь никакого авторитета в его глазах газетные и журнальные отзывы о нове известны тургенев видел в них подтверждение той непопулярности которая по его мнению продолжала господствовать вокруг его имени в русском обществе в самый разгар сезона в салоне госпожи виардо по примеру прошлых лет состоялось литературно-музыкальное утро в пользу русской библиотеки в Париже салон наполнился многочисленную русскую публикой госпожа виардо исполнила роман с Чайковского «Нет только тот кто знал свидание жажду со свойственную ею страстью выразительностью и безукоризненной дикцией» Тургенев прочитал отрывок из «Дыма» встречи на станции Литвинова с братьями Губаревыми и сцену бегства из дома Сипягина Марианы с Неждановым комические сцены удавались ему лучше лирических читал он однако вообще превосходно просто и отчетливо в числе исполнителей находились Поль Вярдо скрипка и если не ошибаюсь Сергей Иванович Танеев Рояль Тургенев покровительствовал молодому Танееву будущему талантливому композитору ввел его в артистический круг друзей Полины Вярдо «Отличный фортепианист и прекрасный малый» аттестовал он Танеева в одном из своих писем к Боголюбову Тургенев письма том 12 книга 1 страница 72 Танеев должен был выступать на литературно-музыкальном утре 14-26 февраля 1877 года но этот концерт не состоялся успех утра был во всех отношениях огромный мы домашние при том неплатные слушатели изображая из себя райок скучились в смежной столовой и кто стоя кто сидя на столе стулья все были вынесены в залу выражали свой восторг аплодисментами Иван Сергеевич неоднократно кланялся в нашу сторону что разумеется вызывало новые клики и аплодисменты которые подхватывала и степенная чопорная публика первых рядов однажды в Париже войдя днем в кабинет Тургенева я застала у него даму очень полную и высокую с круглым чисто русским лицом господина с обликом французского капиталиста и двух детей от трех до шести лет мальчика девочка дочь моя зять и внуки заметил Иван Сергеевич своим ровным ленивым голосом представляя меня поднявшейся с дивана даме и ее семье кроме русского лица до голоса слегка нараспев ничего не выдавало ее происхождение россии она конечно не помнила в апреле 1877 года я вернулась в Москву а в начале июня того же года Тургенев приехал в Петербург Тургенев приехал в Петербург 22 мая 3 июня 1877 года прожив большую часть молодости в Петербурге и за границей я не знала вовсе русской деревни и мне вздумалось пожить некоторое время в Спасском о чем я и написала Ивану Сергеевичу прилагаю его ответ с великим удовольствием соглашаюсь на ваше изъявленное желание и предоставляю вам весь мой деревенский дом в Спасском спальное и столовое белье и прочее письмо Тургенева от 1 13 июня 1877 года Тургенев письма том 12 книга 1 страницы 166 167 обстановка флигеля была старинная в гостиной широкие мягкие зеленым софьяном обтянутые диваны позволяющие лечь и вдоль и поперек удобные и тоже широкие кресла с мягкими налокотниками и валиками для головы массивные преддиванные столы горка с остатками старинных чашек и безделушек тяжелые зеленые старинные занавеси на окнах устойчивые работы крепостных столяров ломберные и шахматные столики кабинет был одновременно и спальней писателя ширмы обтянутые малиновой тофтой заслоняли кровать между двух окон выходивших в сад на скрытую густой порослью церковную ограду стоял по длине комнаты письменный стол смежная с кабинетом узкая проходная комната уставленная мебелью из карельской березы и книжными шкафами носила название казино три двери одна в кабинет другая на низенькое крылечко в сад третья в большую очень светлую комнату с бильярдом посредине и библиотечными шкафами из ясеневого дерева вдоль всех стен от полу до потолка шкафы эти заключали более двух тысяч томов полных собраний сочинений писателей восемнадцатого столетия преимущественно энциклопедистов а также русских старинных изданий и журналов в шкафах казино были собраны европейские классики особенную полнотой отличалась немецкая литература восемнадцатого и девятнадцатого столетий флигель с его домашним обиходом находился в 1877 году в ведении Захара старого коммердинера Тургенева подавая чай или обед Захар старинной выправки человек высокий худощавый пожилой с бельмом на глазу становился в дверях и заложив одну руку за спину охотно вступал в беседу причем с благоговейной нежностью говорил об Иване Сергеиче которого он в молодые годы сопровождал и в Петербург и в Москву и с почтительной иронии докладывал о мамаши их Варваре Петровне анекдотов о властной самодурке помещице ходило множество составляя резкий контраст с былью и небылицами которыми уснащались росказни об ее знаменитом сыне в первых преобладали черты жестокости самоуправства властолюбия эгоизма и невнимания к правам человека будь то родной сын или раб во-вторых черты гуманности мягкости подчас излишней доверчивости подчас наивной и ни одной черты унижающие человеческое достоинство в рассказах ли Захара или дряхлого дворового бывалого охотника послужившего прототипом Ермолаю записки охотника или не менее дряхлой богоделки знавшей благодетельницу Варвару Петровну и умилявшейся над ее барской добродетелью а попутно восхвалявшей сынка благодетельницы ясного сокола батюшку нашего Ивана Сергеевича или в повествованиях испятого фельдшера бывшего крепостного Варвары Петровны личность Тургенева являлась всегда светлую ясную ничем не запятнанную Эту вот аллею говаривал Захар почтительно следуя за мной посаду Иван Сергеевич сами посадили каждое дерево собственными руками сажали в этой беседке часто когда приедут сидят с книжкой а вон на той скамейке что под двумя братьями так называлась оригинальная ель двойной ствол который сплетаясь рос из одного корня частенько в прежнее время когда Иван Сергеевич подолгу в Спасском проживали сиживали гости Панаев Некрасов Григорович Полонский Шеншин они же Фет граф Лев Николаевич Толстой тоже бывал наезжали в Спасском близ церкви через дорогу находилась богодельня построенная еще при Варваре Петровне здесь в 1877 году доживали свой век несколько старух не раз заходила я к ним и беседовала об их нуждах и о старине благодаря ли вниманию меня окружавшему или по другой причине но богоделки решили что я дочь Ивана Сергеевича и прямая его наследница толки эти распространились и по селу Спасскому иная баба встречая меня на селе зазывала к себе подчивала чем могла и умильно покачивая головой заявляла что будто весь народ когда видит меня в церкви думает и лицом то она вся в тятеньку своего барина нашего Ивана Сергеевича Мои протесты ни к чему не вели скрывает говорили бабы хитро подмигивая друг другу конечным же выводом слагавшиеся помимо моей воли легенды явились просьбы и обращения ко мне со всякими нуждами о некоторых просьбах я сообщала Ивану Сергеевичу он писал в ответ любезнейшая Елена Ивановна мне действительно известна кандидатка в богодельню о которой вы говорите и я не вижу препятствий ее поступлению на открывшуюся вакансию я очень рад что Спасская продолжает вам нравиться меня очень трогает то что вы говорите о чувствах спасских жителей ко мне одним доказательством больше как легко заслужить любовь русских крестьян вся моя заслуга состоит в том что я им никогда не делал зла и даже по мере возможности делал немножко добра которая в сущности ничего мне не стоила и не лишала меня ни единой прихоти легенда о нашем родстве очень для меня лесная вероятно имеет основанием тот факт что вы Ивановна впрочем она служит доказательством что вы крестьянам нравитесь вот они и приурочили вас ко мне я уверен что пребывание ваше в деревне будет полезно вам и с литературной точки зрения набирайтесь как можно больше впечатлений но не думайте пока передавать их это придет со временем резервуар не может в одно и то же время набирать в себя воду и выпускать ее записки охотника накоплялись во мне целых 10 лет письмо Тургенева от 15 27 августа 1877 года Тургенев письма том 12 книга 1 страницы 198 199 Иван Сергеевич обладал редкую способностью проникаться настроением чужого художественного произведения воспринимать и отличать то что в нем было истинно прекрасного но никто из современных ему писателей не ставился им на такую высоту как граф Лев Николаевич Толстой о бывших между ними недоразумениях Тургенев упомянул как-то раз и то вскользь не входя в подробности в 1878 году приехав в начале августа в Москву он навестил меня в редакции русских ведомостей где я в то время работала и первым делом сообщил что написал Льву Николаевичу о своем желании навестить его в Ясной Поляне и уже получил радушное приглашение приехать об этом в настоящем томе воспоминания Сергея Львовича Толстого в 1878 году Тургенев пробыл в Москве с 3-го 15-го по 7-е 19-е августа Вы не можете себе представить как я рад этой поездке говорил он я уверен что теперь всем недоразумением конец с моей стороны по крайней мере все давно забыто я немедленно еду и уж из Ясной Поляны проеду в Спасское что вам привести на память из Паскова издание Жорж Санд что в шкафу казино прекрасно не забуду привезу с удовольствием по возвращении из Паскова он приехал ко мне снова в редакцию русских ведомостей с большим томом Жорж Санд издание 1838 года в руках по-видимому свидание с Львом Николаевичем удовлетворило его во всех отношениях мало того придало ему какую-то особую бодрость по крайней мере никогда не видела я его таким веселым и помолодевшим как в этот его приезд мы часто встречались у Писемского и предприняли несколько совместных поездок между прочим в Абрамцево по Ярославской железной дороге близ станции Ходькова к госпоже Мамонтовой с которую он желал познакомиться и в Кунцево к Павлу Михайловичу Третьякову в Абрамцеве Иван Сергеевич бывал в молодости у Сергея Тимофеевича Аксакова и ему хотелось вновь увидать тускую извилистую речку на берегу которой он с автором семейной хроники предавался ужению рыбы тот дом где проживала тесно сплоченная дружная патриархальная семья где он вступал в горячие споры с Константином Аксаковым с одной стороны приводившим его молодого западника в негодование ультраславянофильским миросозерцанием а с другой в умиление перед сыновним культом престарелого отца и где на старом Аксаковском пепелище выдворились новые люди новая жизнь об Аксаковых отце и сыновьях Константине и Иване Сергеичах заговорил он снова когда поздно вечером после блестящего приема и не менее блестящих проводов устроенных ему владельцами Абрамцева мы остались одни в вагоне и как всегда едва намеченными образами вызывал целые картины пережитых им впечатлений и яркие характеристики сошедших в могилу лиц припоминается мне эпизод со щукой Иван Сергеевич с обычным юмором начал было рассказывать как он в один из своих приездов в Абрамцево поймал большую щуку как он волновался хватая щуку упавшую с леской в траву и бившуюся в тщетных усилиях сорваться с крючка и какое непритворное огорчение и зависть к удаче своего молодого товарища испытывал Сергей Тимофеевич страстный рыболов у которого в этот день клевала только мелкая ничтожная рыбешка рассказ этот со всеми подробностями местности неожиданно прервался слабый вздох донесся до нас с противоположного конца отделения куда на одной из промежуточных станций близ Москвы вошла дама под вуалью услышав вздох Тургенев оглянулся дама сидя спиной к нам смотрела в окно и время от времени прижимала руку к виску не больна ли наклоняясь ко мне шепнул Иван Сергеевич может холера я рассмеялась добродушно смеясь в свою очередь он однако пошарил в ручном мешке вытащил флакон одеколона с которым никогда в пути не расставался окропил меня себя наши дивана и украдкой брызнул несколько капель в сторону все в той же позе неподвижно сидевшей незнакомки и затем убрав флакон продолжал рассказ вскоре после поездки в Абрамцево мы условились ехать в Кунцево приехав к нему в назначенный час в квартиру управляющего удельную конторой Маслова у которого Иван Сергеевич всегда останавливался я застала у него пожилую даму всю в черном небольшого роста худощавую с очень быстрыми темными глазами и порывистыми движениями то была мать Скобелева речь идет об Ольге Николаевне Скобелевой матери генерала Скобелева язвительно и резко заговорила она после того как Иван Сергеевич меня ей представил о происках и интригах жертвой которых по ее словам сделался ее прославленный сын в русско-турецкую войну Ему всем обязаны заключила она а между тем наградой ему была только клевета 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 она говорила стоя с большим волнением и не только резкие черты ее но и узкие плечи и руки все находилось в движении Иван Сергеевич внимательно слушал по обыкновению запечатлевая в памяти особенности жестов речи выражения лица не думал он что дни этой неполитам подвижной пылкой чистолюбивой энергичной женщины уже сочтены паломничество к любимому писателю как она сама именовала свое посещение его оказалось последним она была ограблена и зверски убита как известно в предпринятую ее поездку в славянские земли визит госпожи скобелевой затянулся и уже стемнело когда мы сели в карету чтобы ехать в кунцевом темнота усилилась набежавшими облаками за разговором мы не заметили что начал накрапывать дождь вдруг он хлынул как из ведра мы уже доехали до Кунцева но кучер повернул не туда куда следовало и въехав в какой-то узкий переулок объявил остановив лошадей что не знает в какую сторону надо теперь свернуть Тургенев всю дорогу благуривший и смешивший меня анекдотами высунулся наполовину в окно и начал вопить тоненьким голоском помогите помогите со всех дачных дворов поднялся неистовый лай собак в опущенное с моей стороны стекло просунулись растерянные лица двух дворников а за ними испуганно заглядывали в карету чьи-то другие лица от смеха я не могла снова вымолвить а Тургенев потешаясь произведенным переполохом все еще вопил высунувшись в окно помогите с дворниками ночными сторожами на козлах подножках и на запятках въехали мы в ворота дачи Третьяковых от которой как оказалось мы были всего в нескольких шагах комический эпизод привел Ивана Сергеевича в самое веселое настроение и весь вечер держал он под властью своего мягкого незлобивого юмора осчастливленных его приездом хозяев и их домочадцев вскоре после того он уехал в Бужеваль в январе 1879 года поднимаясь по лестнице в помещение петербургского кружка художников где в тот вечер выступала в грозе Стрепетова я неожиданно увидела впереди себя Тургенева предполагавшего приехать в Петербург только весной вечер состоялся 10 22 февраля 1879 года для него мой приезд из Москвы был так же неожидан разговаривая мы вошли в театральную залу переполненную публикой лишь только высокая фигура Тургенева появилась в дверях какой-то трепет и шепот пронесся по рядам стульев все начали вставать и зала разразилась аплодисментами Тургенев несколько озадаченный на мгновение остановился потом заторопился двинуться вперед вслед за распорядителем сопровождаемой дружными аплодисментами что это сказал он мне взволнованным голосом настроение будто изменилось изменившееся по его мнению настроение еще ярче выразилось в Москве где в феврале он согласился читать на заседании общества любителей российской словесности бурными долго не умолкавшими аплодисментами встретили его лишь только он взошел на эстраду и восторженными овациями благодарили за чтение по окончании которого на эстраду вошел студент и поднесший Ивану Сергеевичу лавровый венок произнес краткую прочувствованную речь Тургенев положил венок под ножи находившегося на эстраде Бюста Пушкина и ответил несколькими словами вызвавшими новую бурю восторгов студенты толпой кликами и аплодисментами провожали писателя по коридорам до Швейцарской и высыпали бы на улицу если бы полиция не поспешила закрыть дверь когда Тургенев вышел на подъезд пристав предупредительно и почтительно подсадил Ивана Сергеевича под руку в карету с честью провожают смеясь сказал он когда дверка кареты за нами захлопнулась голос его дрожал он откинулся в угол кареты и против обыкновения молчал сказав только как бы про себя мог ли я это предвидеть писемский ожидал нас после заседания к ужину но и за ужином Тургенев был менее разговорчив чем всегда он казался утомленным и только глаза его светились каким-то необычным радостным светом аделаида николаевна луканина мое знакомство с Иваном Сергеевичем Тургеневым из воспоминаний автор замечательных по своей содержательности и достоверности воспоминаний о Тургеневе аделаида николаевна луканина 1843-1908 годы познакомилась с писателем осенью 1877 года я приехала в Париж в 1877 году с докторским дипломом оконченную повестью и несколькими десятками франков в кармане мне очень была нужна работа в октябре я получила из Петербурга от профессора А.П.Б. рекомендательное письмо к Ивану Сергеевичу Тургеневу северный вестник 1887 год номер 2 страница 38 автором рекомендательного письма был ученый химик и композитор Александр Порфирьевич Бородин встретившийся с Тургеневым в Петербурге в 70-е годы на музыкальных вечерах у Стасова «Позволяю себе беспокоить вас», писал Бородин Тургеневу 16 октября 1877 года просьбую относительно одной из моих бывших учениц «Это некто Аделаида Николаевна Луканина доктор медицины Филадельфийской медицинской академии по обстоятельствам от нее независящим она вынуждена жить в Париже пока не получит возможность возвратиться в Россию помимо специальных знаний она имеет очень хорошее общее образование хорошо знает языки французский немецкий и английский недурно итальянский и даже сербский личность эта в высшей степени хорошая честная правдивая скромная и даровитая занимаясь у меня химией она в три года сделала такие успехи что успела заявить себя двумя научными исследованиями по органической химии одно из них было сообщено в протоколах заседаний русского химического общества в Петербурге сколько мне известно это первая научная работа женщины удостоенная чести попасть на страницы бюллетеня нашей академии наук литературный архив том 4 Москва-Ленинград издательство академии наук СССР 1953 год страницы 392-393 в этом письме Бородин рассказал в основном почти всю биографию Луканиной личности незаурядной одной из первой русских женщин ученых Аделаида Николаевна Луканина не могла вернуться в Россию так как была скомпрометирована в глазах третьего отделения связями с политической эмиграцией в частности с Бакуниным Тургенев не только помог Луканиной в публикации ее статей и билетристических произведений но и хлопотал перед шефом жандармов Дрентельном о разрешении Луканины вернуться на родину В течение шести лет с 1877 по 1883 годы Луканина постоянно встречалась с Тургеневым Воспоминания же создавались на основе записей которые делались часто сразу же после свидания с писателем По словам самой мемуаристки ее воспоминания представляют собой нечто вроде дневника Луканина хотела впоследствии написать новые воспоминания о Тургеневе для журнала «Русское богатство» но по-видимому желание это не было осуществлено Литературный архив том 4 страница 353 Текст печатается по изданию «Северный вестник» 1887 год номера 2 3 Он сидел у себя в спальне и писал письма Ноги его были закутаны толстым одеялом В этой комнате устроенной на французский лат и имеющий характер скорее гостиной где за ширмами поставлена кровать меня поразил его собственный портрет до того он хорош не знаю кем он написан Крамским или Репином но вообще он произведение глубоко талантливого художника на нем Иван Сергеевич представлен в высокой мягкой войлочной шляпе как славно отливают из-под нее серебристые длинные волосы как жизненно смотрят темно-синие серые глаза разговор в этот раз шел о русском народе и о его характере Иван Сергеевич горячо утверждал что русский крестьянин умен умнее всякого другого крестьянина но странно то говорил он что крестьяне избирая свое деревенское мирское начальство никогда не выбирают умных а скорее туповатых хотя и честных людей и около этих туповатых людей непременно приютиться писарь юркий хитрый пройдоха это правило и такие пройдохи встречаются в народе сплошь но они не приобретают его уважение а только забирают в руки власть при помощи страха их не выбирают не только в старосты но никуда однако они тем не менее царят над деревней нося название мироедов между прочим Иван Сергеевич рассказал следующее как-то был я недавно в деревне и остался в хороших отношениях с крестьянами покойной матушки раз приходит ко мне староста именно такой почтенный и туповатый человек как я говорил и просит моего совета и помощи вымыл Иван Сергеевич продали земли соседу мельнику а теперь этот мельник нас заел оказывается что этот мельник пройдоха и плут действительно забрал целую деревню в кабалу он дошел до того что по земским дорогам ставил заставы и брал деньги с проезжих крестьян мужики пеняли на меня за то что я ему продал землю и тем дал ему возможность засесть в их соседстве ну надо было помочь но как я не знал оказалось что мельник сам доставил нам возможность наказать его он дал кому-то сделать планы купленной земли и планы были сделаны фальшивые на них то мельник и основывал свои заставы по ним переставлял межи и тому подобное к счастью был жив старик землемер знавший всю местность и имевший уцелевшие копии старых планов я позвал его и решил напугать мельника надеясь что это мне удастся я пригласил и его к себе для переговоров с крестьянами по поводу спорных межей мельник согласился прийти крестьяне собрались на площадке перед моим домом явился мельник пошли перекоры когда он стал доказывать что спорная земля его то я сделал неожиданный жест и вынес старый верный план мельник струсил но трусить стал и я из крестьянской толпы стоявшей за мной послышался глухой гул и она стала напирать мельник вдруг весь съежился и побледнел я оглянулся и сам похолодел глаза у мужиков как-то посоловели и выражение лиц сделалось совсем особенное я ожидал что вот эта толпа разъяренная сейчас бросится вперед и растерзает мельника но тут на меня вдруг нашло вдохновение я бросился к мельнику затопал на него закричал обещал его согнуть в бараний рог в сибирь сослать я сам не помню чего не наговорил мельник молил о пощаде у толпы отлегло го 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 послышался за мною смех и я вздохнул прошло теперь никого не убьют летом 1876 года Иван Сергеевич Тургенев особенно поразил факт необыкновенно быстрого развития кулачества не только среди крестьян но и между помещиками он несколько раз возвращался к этой теме и выразил желание поработать над ней рассказывал в своих воспоминаниях половцев крепостное право говорил он мы победили то есть уничтожили зависимость лица от лица Петра от Семена но крепостное право в другом виде еще осталось крестьянин находится в полной зависимости от кулака будь то помещик или мужик он делается его вещью если бы я был помоложе я из билетристической страны напал бы на этого врага теперь следует развить и разбить тип кулака царь колокол иллюстрированный всеобщий календарь на 1887 год страница 77 Луканина далее приводит рассказ Тургенева о действительных событиях которые он собирался использовать в очерке под названием всемогущий Житкин придя в следующий раз к Ивану Сергеевичу я застала его уже совершенно здоровым у него сидел господин Ханыков только что получилось известие о смерти Некрасова Некрасов скончался 27 декабря 1877 года Тургенев писал Аненкову да Некрасов умер и вместе с ним умерла большая часть нашего прошедшего и нашей молодости Тургенев письмам том 12 книга 1 страница 261 Иван Сергеевич до сего времени не хотел признавать в Некрасове поэта он говорил что ни одного из стихотворений Некрасова невозможно запомнить дословно между тем как стих Пушкина неизгладимо запечатлевается в памяти примечание Луканиной теперь вот что Иван Сергеевич высказал я может быть ошибаюсь но что у Некрасова неотъемлемо это его искреннее чувство любви к народу ему он никогда не изменял в частной же своей жизни он был эгоист вернувшись домой я то честно бросала все вышесказанное дальше будет нечто вроде дневника 1878 год 12 февраля я спросила Ивана Сергеевича стоит ли чтобы я занялась своей палатой номер 103 непременно займитесь отвечал он только нужно чтобы я сам свез рукопись иначе она сгинет она должна попасть в журнал не то что при рекомендации а при пояснении палата номер 103 написана хорошо хотя местами не то повесть не то серьезная статья ну да это можно отчасти поправить несколькими штрихами что касается Березая то вы в нем сделали одну ошибку которую теперь уже поправить нельзя тем не менее и эта вещь хорошая Тургенев писал Стасюлевичу 21 января 2 февраля 1878 года о своем намерении опубликовать в Вестнике Европы Березая вторую повесть Луканиной которая теперь лежит у меня на столе и которую я перечитываю с великим удовольствием Тургенев письма том 12 книга первая страница 269 ошибка же вот какая у вас рассказ несколько раз прерывается возвращениями к прежнему старому этого делать не следует это утомляет читателя вы нигде этого не найдете например у Диккенса вот кто умеет забрать читателя в руки хотя и у него есть слабые стороны как например слащавость в изображении добродетельных героев и героинь их семейных отношений и так далее я прочла Ивану Сергеевичу птичницу он остался доволен но посоветовал мне изменить одно место именно я заставила думушку рассказать свое детство в то время когда она сидит запертая в бане после попытки отравить мужа это неверно заметил Иван Сергеевич трагическое положение в котором находится думушка не допускает рассказа о мелочах обыденной жизни ребенка думушка может молчать или делать что ей угодно только не так рассказывать отчего вы не напишите чего-нибудь уже не как рассказ от имени какого-нибудь лица а просто описывая события как они совершались сказал мне Иван Сергеевич вот эту пробу своих способностей вам следовало бы сделать именно написать такую вещь где вовсе не выступала бы я затем он вообще говорил об объективном отношении к вещам и привел Пушкина в пример говоря что это величайший мастер в этом отношении или еще Шекспир вы у Шекспира нигде не видите его самого везде перед вами только жизнь так верно переданная что вам кажется будто все само совершается на наших глазах 1 марта вчера я получила письмо от Ивана Сергеевича с приглашением явиться к нему Иван Сергеевич заговорил опять о птичнице и березае и посоветовал мне поскорее окончить птичницу предлагая взять обе вещи с собою когда поедет в Россию в начале апреля пусть тогда Стасюлевич выберет которую захочет прибавил он рассказы птичница и березай опубликованы в вестнике Европы 1878 год номера 6 и 7 я спросила почему бы не напечатать березая так как он уже готов дело вот в чем отвечал Иван Сергеевич любушка произведет впечатление второго вашего произведения будут ожидать многие нарочно будут подкапываться а в березае я уже вам говорил построение нехорошо повесть любушка была напечатана в вестнике Европы 1878 год номер 3 что касается птичницы то она в архитектурном отношении хороша а вам нужно чтобы под вашу вторую вещь нельзя было подкопаться я сказала что для меня это архитектура самая трудная вещь и что я не знаю ни одного приема для расположения статей и я никаких особенных приемов не знаю отвечал Иван Сергеевич я думаю что навык приобретается работой я скажу вам как я пишу то есть писал теперь я уже давно не пишу ничего я делал так выбрав сюжет рассказа я брал действующих лиц и на отдельных листках писал их биографии затем излагал весь рассказ на двух трех страницах коротко и просто ну как для детей пишут после этого я уже начинал писать самый рассказ из биографии остается очень мало иногда лица изменяются и по характеру но такой способ очень помогает впрочем сознаюсь что постройка повестей архитектурная сторона их у меня самая слабая затем Иван Сергеевич перешел опять к прежнему прерванному разговору о Пушкине и Шекспире у Пушкина сказал он нет ни одного стихотворения следующего рода именно где бы автор начал описывать что-нибудь из обыденной жизни или вообще что-нибудь совершающееся вокруг него и потом сказал бы так и во мне и так далее а такие стихотворения встречаются даже у Гейна возьмите анчар Пушкина он тут хотел изобразить тлетворное влияние тирании между тем он окончил так принес он смертную смолу да ветвь с увядшими листами и пот по бледному челу струился хладными ручьями принес и ослабел и лег под сводом шалаша на лыки и умер бедный рабу ног непобедимого владыки а князь тем ядом напитал свои послушливые стрелы и с ними гибель разослал к соседям в чуждые пределы не сказал он так тирания гнетет и умершляет все вокруг себя и тому подобное затем когда вы пишите пишите как можно проще мысль может быть какая угодно чем новее чем оригинальнее тем лучше выражение же ее никогда не должно быть вычурно посмотрите у Шекспира в самых высоких и трагических местах он переходит в прозу вычурность подчеркивание и тому подобное большей частью служат прикрытием пошлости и посредственности когда вы переписываете свои работы вычеркиваете не только неясности но и все то что вам самой может показаться слишком красиво что поражает вас самое вы в сущности сидите с головой во всем том что описываете вы не судья и если вам что-либо особенно нравится то это нравится вам автору читатель может отнестись совсем иначе ему нет делал до того что нравится вам лично к несчастью теперь очень много писателей которые словечко в простоте не скажут возьмем для примера господина Евгения Маркова пишет он много скучно бесталанно таланта у него нет ни малейшего однако есть литературный навык и писать он может но за то что ни слово то в нос шибает знаете вы его роман черноземные силы речь идет о Маркове сотрудничавшем в журнале дело в журнале вестник Европы и других изданиях в 1878 вышло отдельное издание его романа черноземные силы который печатался в 1876 году в отечественных записках а в 1877 в журнале дело Маркову надоел отрицательный тон нашей литературы и он принялся за задачу выставить тип положительный помещика который не отстает от народа живет с ним понимает его все подражание льву толстому этому громадному таланту выводит он там и девушку умную пылкую но предназначенную для обыкновенного естественного женского удела рождать и воспитывать детей герои и героини влюбляются друг в друга как водится слушают весной соловьев и чего-чего только не выделывают и соловьи и герой с героиней после всей этой поэзии вдруг фраза в таком роде вся природа ликует живет и любит и высшее произведение природы человек тоже весна подействовала на организм веры и так далее за подлинность фразы конечно не ручаюсь но смысл тот и как это грубо как пошла та грубая нитка на которую автор нанизывает свои картины тут нас прервали 18 марта понедельник сегодня я застала Ивана Сергеевича не только здоровым но и вполне бодрым к сожалению сказал он мне я не могу ехать с вами к Антокольскому я продаю свои картины о необходимости расстаться со своей картиной галереи в которой были собраны ценные полотна современной французской и старой голландской живописи Тургенев сообщал Стасюлевичу 25 марта 6 апреля 1878 года тяжелые обстоятельства заставили меня прибегнуть к мере которую я всячески откладывал я продаю гуртом с аукционного торга все мои картины и эта продажа произойдет 20 апреля я много на них потеряю Тургенев письма том 12 книга первая страница 302 Тургенев продал картинную галерею для того чтобы помочь семье своей дочери Полине Брюер мужа ее владельцу небольшой стекольной фабрики грозило банкротство часть картин в деревне поэтому я через три четверти часа должен ехать в Бужеваль я напишу Антокольскому записку которую попрошу вас передать ему затем он объяснил мне как найти мастерскую Антокольского и наконец заговорил по поводу птичницы я сказала ему о сделанных мною переделках по этому случаю Иван Сергеевич повторил мне свое мнение относительно недостатков Березая и снова дал совет написать что-нибудь не в форме чьего-либо рассказа то есть не от чьего-либо имени а просто описательно писать от чьего-либо имени говорил он очень выгодно в известных случаях и невыгодно в других например в вашем Березае старик Михалыч придя просить господ своих помочь в несчастье мужу Глафиры застает их за чайным столом вечер прекрасная тихая деревенская обстановка но не старик должен ее описывать опиши это автор и это было бы прекрасно старик же слишком глубоко поражен своим горем чтобы обращать внимание на обстановку между тем если бы вы писали в третьем лице то могли бы оставить старика дожидаться господского решения а покуда набросали бы в нескольких чертах всю описанную им чрезвычайно верную картину я возразила что мне кажется возможным допустить описание сделанное Михалычем так как случается же да и со всяким почти из нас бывало что в весьма горькие или торжественные минуты мы вдруг начинаем рассматривать и замечать посторонние вещи до мельчайших подробностей да это бывает но у умов уже более культивированных заметил Иван Сергеевич теперь еще одно конечно художник имеет право для цельности своего произведения иногда несколько перешагнуть за границы строгой реальности но я думаю что в этом случае вы немножко далеко шагнули и вот еще что мне кое-где в вашем рассказе чувствуется как будто вы хотите красиво выражаться и поэтому говорить каким-то легендарно сказочным языком кроме того не нужно ли было бы в иных весьма драматических местах отбросить некоторые народные усеченные формы я вам укажу на них в следующий раз они производят вот какое впечатление будто автор даже в самых потрясающих местах занимался мелочами то есть думал как бы ему сказать именно так как говорит мужик другими словами что автор писал потрясающие вещи и сам оставался в это время холоден это охлаждает и читателя я вовсе не хочу заставить крестьян говорить тем книжным языком которым они говорят нет у некоторых писателей вовсе не в этом дело но я лучше укажу вам те места в вашем рассказе которые имею в виду заметьте что у нас многие злоупотребляют народным языком то есть употребляют народную речь и заставляют говорить крестьян о том чего они в известный момент не могут ни думать ни чувствовать после этого Иван Сергеевич опять посоветовал мне писать объективным повествовательным языком и меньше прибегать к народному я отговаривалась тем что не сумею этого что возможность писать хорошим русским языком отнята у меня бесконечными переводами которые я делала и чтением текущей литературы с ее слогом годным не тот для фильетонов не тот для передовых газетных статей я доказывала что свежим нетронутым осталось у меня только воспоминания о народной речи и что мне необходимо сильно поработать чтобы создать себе сколько-нибудь порядочный слог конечно вам придется поработать отвечал Иван Сергеевич всем приходится я сказала что мне нужно многое перечитать возьмите Пушкина перебил меня Иван Сергеевич его предисловие к египетским ночам до слов черток сиял представляет лучший образец русской речи который я когда-либо читал из Пушкина целиком выработался Лермонтов та же сжатость точность и простота но у Лермонтова кое-где проглядывает рисовка он как будто красуется первое произведение Пушкина по слогу ниже последних в них слог какой-то рубленый Пушкин как будто боялся написать не по-русски как будто стеснялся чего-то что касается Лермонтова то у него еще другой недостаток в княжне Мэри есть точно отголосок французской манеры зато какая прелесть тамань но и там он иногда красуется Толстой писал прелестные вещи это без сомнения самый талантливый из наших современных билетристов но слог его крайне неправилен полон галицизмов запутан и так далее у Толстого прекрасное понимание красоты образов положений грамматического же чутья никакого какое совершенство по содержанию его казаки семейное счастье мне по мысли не понравилось я прочел его раз и почти позабыл в войне и мире есть прекрасные места совершенную противоположность с Толстым представляет Гончаров правилен широковещателен сух и скушен хотя я считаю его также выдающимся изряду писателем Гоголь если есть у нас гениальный русский писатель то это Гоголь что же касается до его слога то он никуда не годится Гоголь почти не знал по-русски посмотрите в какую он вдается невыносимую риторику хоть бы в отрывке Рим там где говорит о глазах анонциаты вообще же слог его запутанный отличающийся чисто малороссийской мешковатостью я запрятал бы Гоголя подальше от всякого начинающего писателя я говорю по отношению к слогу из наших новейших писателей но в эту минуту пришли сказать что карета Ивана Сергеевича приехала и разговор окончился или скорее оборвался на полусловие и я отправилась к Антокольскому 26 марта на мою благодарность за доставленную мне возможность видеть Христа Антокольского Иван Сергеевич заметил да это гениальная вещь Христос Антокольского вещь бессмертная писал Тургенев об этом создании скульптора свое впечатление от Христа Антокольского передал в воспоминаниях о Тургеневе Кропоткин в первом томе настоящего издания хотели было разбирать Березай но времени не было я сообщила Ивану Сергеевичу о том что получила по поводу Любушки письмо из России где меня обвиняют в том что я подделываюсь под Кахановскую под Кахановскую с удивлением воскликнул Иван Сергеевич да ведь она забыта и похоронена вообще судьба Кахановской очень печальна а она была человек с большим талантом я помню как появился ее первый рассказ Гайка в пантеоне кажется он поразил меня и произвел впечатление в литературных кружках в пятидесятые годы Тургенев выделял повести и рассказы из народной жизни Кахановской Саханской в ряду произведений современной литературы творчество Кахановской пятидесятых шестидесятых годов обратило на себя внимание Щедрина она отлично владеет русским языком и у нее действительно проходит живая народная струйка но потом она исписалась вспомните только ее великую сидельницу проводящую жизнь вытянувшись в молитвенную струну Суббота 30 марта 1878 года сегодня Иван Сергеевич помогал мне просматривать Березай многое было повторено из того что говорено было раньше именно о том что следует избегать слащавости в речи уж хоть бы для того чтобы не уподобиться Кахановской что не следует влагать в уста крестьян слишком тонкого анализа и так далее говоря говоря дальше о поправках в Березае я высказала горе по поводу того что когда же наконец научишься владеть слогом когда узнаешь меру в какой пользоваться известной окраской до каких пор будет продолжаться это так сказать шатание Иван Сергеевич засмеялся до самой смерти Марковна полуторжественно произнес он и прибавил я вспомнил житие протопопа Аввакума вот книга груб и глуп был Аввакум порол дичь воображал себя великим богословом будучи невеждой а между тем писал таким языком что каждому писателю непременно следует изучать его я часто перечитываю его книги Иван Сергеевич встал порылся в книжном шкафу и достал жития Аввакума вот она сказал он живая речь московская так и теперешняя московская речь часто режет ухо а между тем эта речь чисто русская он стал читать я впоследствии дословно выписала прочитанные Иваном Сергеевичем места примечания Луканиной та же с нерчи реки паки назад возвратились к руси пять недель по льду голому ехали на нартах мне подробят и подруг ледишка дал две клячи а сам и протопопица брели пешие убивающиеся лед страна варварская иноземцы немирные отстать от людей не смеем и за лошадьми идти не поспеем голодные томные люди протопопица бедная бредет бредет да и повалится а иной томный же человек на нее набрел тут же и повалился оба кричат матушка государыня прости а протопопица что ты батька меня задавил я пришел на меня бедная пеняет говоря долго ли мука сия протопоп будет и я говорю марковна до самой смерти она вздохня отвечала добро петрович и но еще побредем сорок пятая страница жития примечание луканиной дальше Иван Сергеевич еще прочел страницы шестьдесят шестую и шестьдесят седьмую сравните с этим языком заговорил опять Иван Сергеевич книжный язык того же времени ну хоть как пишет боярин Артамон Матвеев ученый человек того времени а да да сухо утомительно у Аввакума не то он живою речью писал когда-то напал на меня Погодин вы новые писатели по-русски не знаете в каком смысле например употребляете вы слово обыденный вот что я ему отвечал я употребляю его в том смысле в котором оно означает обыкновенный тривиальный привычный одним словом в том смысле для которого у нас по-русски нет другого выражения хотя знаю что оно значит сделанный в один день да вообще какое мне делал до того что значило слово прежде если оно употребленное иначе верно передает мою мысль если вас самого разобрать в этом отношении то у вас встретится такая куча галицизмов и тому подобного что русского пожалуй ничего и не останется русский язык вообще грабитель в нем и латинские и греческие обороты да он и сам себя грабит сам с собой не церемонится вспомните о наших глаголах возьмите хоть глагол идти нет у него будущего времени взял предлог по и сочинил пойду Иван Сергеевич сделал мне затем несколько замечаний относительно слога у вас в народной речи часто встречается например какими вместо какими это совершенно верно что русский человек любит ставить ударение на третьем слоге перед концом но это режет ухо когда слишком часто повторяется даже Карамзин подметил эту особенность русской народной речи и это единственная черта народности внесенная им в свой слог так например ударил колокол в нове городе после этого Иван Сергеевич заговорил о том как вообще пишет художник и как должен писать ввиду цензуры вот какой совет он дал мне пишите так как вам хочется не урезывайте себя сами редактор уже выпустит то что нецензурно художник не должен писать ввиду чего-нибудь он передает жизненную правду в том во что она складывается он не виноват нечего обращать внимание и на то что говорит критика вот а в февральском номере слова называет меня правительственным башибузуком говорит что я со времени отцов и детей добиваю не мною раненых имеется ввиду статья Антоновича причины неудовлетворительного состояния нашей литературы в которой автор рассматривал воспоминания Тургенева о Белинском как выступление против революционно-демократической критики 60-х годов слово 1878 год номер 2 страница 83 затем Иван Сергеевич заговорил о том что видел на сцене отверженные Виктора Гюгу «Какая это ложь!» восклицал он «Везде ложь от начала до конца все фальшиво все высказываемые чувства от первого до последнего хоть бы эта сцена где священник отдает Жан-Вальжану подсвечники а это например Жан-Вальжан приходит чтобы убить его и не убивает потому что на лице его видит слияние двух светов света Луны и внутреннего духовного света нет в нашей литературе вы этого не найдете наш вымысел беден мы часто скучны но мы не настолько отдаляемся от жизненной правды как французы я заметила что это вероятно зависит прямо от французского характера так даже у Эмиля Золя которого так хвалят за реальность по-моему часто проглядывает фальш да сказал Иван Сергеевич но Узоля это от другой причины он уже пересаливает в реальности он пишет с предвзятую мыслью по поводу французской литературной фальши я вспомнила о невообразимой мелодраме не помню чьей из-за которой теперь рыдает весь Париж ну это еще не так плохо сказал Иван Сергеевич пусть они и приврут что-нибудь в аксессуарах пусть например скажут что в комнате где может поместиться десять человек поместилось пятьдесят я это прощу если чувства этих пятидесяти будут верно переданы четвертое ноября 1878 года мы опять говорили о моих делах между прочим я сказала что хочу взяться за переводы и выборки сочинений Дюранти и что к этому побуждают меня отзывы Золя о нем но ведь Золя очень плохой критик сказал Иван Сергеевич вся критика его сводится на то что он свой товар расхваливает он хвалит только тех кто пишет так как он считает нужным писать а мне он как критик нравится больше чем как романист не знаю уклончиво отвечал Иван Сергеевич а вот посмотрите еще и его пьесы и вспомните то что он говорил о драме во Франции все это как будто только на словах реализм этот у них из всех его пьес Тереза Ракен одна только и стоит чего-нибудь посмотрите его бутон розы когда он писал его то говорил что пишет безделку для поля рояля а когда пьеса провалилась то он надулся и везде повторял это пожалуй лучшее что я создал скептическое отношение к литературно-критической деятельности Золя объяснялось прежде всего несогласием Тургенева с эстетической доктриной писателя с его теорией натуралистического искусства в июне 1878 года вышла книга Золя театр которую составили его пьесы Тереза Ракен наследники Рабурдена Бутон Розы я публикую свои освистанные пьесы и я жду жду результатов эволюции нашей драматургии писал Золя в предисловии к сборнику и в самом деле разве у него есть то что есть например у Островского и что французы начинают понимать хотя мало именно развитие характеров на сцене нет у них все идет живо действий много а говорит всякий не то что ему по ходу и развитию дела следует говорить но то что автор вложит ему в уста я раз заметил это одному французу по поводу пьес и указал что данное действующее лицо хотя и говорит умные и острые вещи но что это вовсе не то что ему следовало бы говорить и что я считаю автора в этом случае неправым вы неправы отвечал француз автор прекрасно сделал если вещь хорошо сказана то чего же вам больше нужно вы уж слишком требовательны мы опять вернулись к рассказам дюранти я очень хвалила мелодраму говоря что эта вещь замечательная по простоте и правде но что я однако боюсь что она не понравится русской публике у нас потребуется более сильные ощущения а здесь впечатление производится не отдельными сильно действующими сценами а всем рассказом в целости да и то если в него вдумаешься вы слишком строго относитесь к нашей читающей публике отвечал Иван Сергеевич правда она у нас и невежественна и тенденциозности требует но у нее есть то чего у французской публики нет у нее есть чутье правды и если только вещь правдива то она впечатление произведет оттого у нас литература все-таки сила посмотрите в Германии кто там думает о литературе кому до нее какое дело и что пишут немцы каждый их роман не то трактат не то поучение пересыпанное нравственно философскими максимами у нас другое я передала Ивану Сергеевичу мнение тези да мод разделяемое по его словам многими французами именно что русский роман представляет смесь китайского с греческим да греки романов не писали воскликнул Иван Сергеевич ну конечно только этот господин говоря таким образом хотел выразить что у нас русских есть греческая манера докапываться до начала всех начал ума говорил он и наблюдательности потрачена гибель а читать скучно да им наша билетристика кажется скучной и серой Иван Сергеевич вдруг засмеялся что он комплимент хотел сказать русским 25 ноября речь как-то зашла о славянофильстве я ненавижу славянофилов сказал Иван Сергеевич они всех губили кто приходил с ними в соприкосновение и Кахановскую и Гоголя я их ненавижу за то что они в сущности вовсе не русские люди а немцы больше самих немцев во-первых они систематики а систематичность чужда русскому человеку а вот они так вас западником ругают говорят что вы потому и в немече не живете что Россию не любите что за вздор нет вы слушайте славянофилы создали себе идею о русском человеке и подгоняют всю русскую жизнь под эту идею для них русский человек и западный человек составляют две противоположности а какая в сущности между нами разница мы ветви одного и того же родословного индоевропейского дерева одна ветвь выросла в одну сторону другая в другую а славянофилы считают что нет что мы два разных дерева и что если в данном случае европеец поступит так то русский только в силу того что он русский должен поступать наоборот кто говорит конечно мы во многом отличаемся от западноевропейских народов возьмите хоть то что вы говорили об индивидуализме я согласен с вами русский гораздо меньше индивидуалист чем западный европеец сравните даже и грамматические формы что может быть индивидуальнее французского глагола и что может быть шире и более общее глагола русского и нравственность у нас другая у нас больше общественного чувства развивавшегося на почве русской общины однажды Мереме сказал мне вещь которую я никогда не забуду сказал он что русское искусство через правду дойдет до красоты вот вы это пожалуй больше славянофил чем сами славянофилы смеясь перебил икс во всяком случае вы больше их сделаете для России и русских с вашими взглядами можно мириться да вы и больше их любите Россию и сумеете так подойти к западу что и он Россию полюбит Иван Сергеевич продолжал говорить на выставке русский художественный отдел бледен но везде видно стремление к правде так и в литературе заговорили о русских живописцах икс рассказывал что он знаком с кружком молодежи из художников которые у нас в Петербурге решили избавиться от академической рутины и искать новых путей для искусства один из его знакомых молодых художников рассказывал ему что ему в академии задали следующую тему изобразить на картине тот момент когда Авраам прогоняет Агарь причем Агарь должна стоять вдалеке а Измаил должен отвернуться потому что ребенку неприлично смотреть на то как ссорятся старшие от всего этого картина вышла неестественно и ни на что не похожа так-так говорил Иван Сергеевич молодежь это права в том что ищет лучшего но не права она в том что считает Рафаэля Доминикина и так далее дребеденью это опять что-то странное ей бы учиться во многом нужно у Запада они будут будут утешал Икс и на отделку картин будут обращать внимание уж и теперь у нас есть талантливые люди кромской Шишкин да но Шишкин талант второстепенный лес он знает хорошо ель сосну но и тут ему еще многое нужно 1879 год 4 января я застала Ивана Сергеевича в ту минуту когда он готов был ехать на похороны Марка Гинсбурга в это время доложили что пришел некто Игрик господин Игрик оказался небольшим худеньким человеком говорившим с улыбкою и жидким тенорком скоро Игрик ушел я заметила что Игрик должно быть душевно больной меланхолик да отвечал Иван Сергеевич но если бы при этом он был талантливый умный человек он был бы интересен теперь же он противен я напомнила что Гейна был тоже страшно подозрителен там было другое я думаю что Гейна просто шутил отвечал Иван Сергеевич я видел Гейна всего раз встретил его в полирояле он был уже полуразрушен болезнью Гейна был зол и остер во всяком обществе где он бывал он завладевал всем разговором перед ним пасовали все острики французы несмотря на то что он не вполне владел французским языком стоило заговорить с ним чтобы он тотчас обидел вас зло и едко он всех высмеивал переострить французов ему удавалось потому что острота его имела более глубокую поэтическую подкладку чем их поверхностная болтовня он был настоящий поэт затем Иван Сергеевич стал говорить о полученном им рукописном романе госпожи С. Варенька Ульмина Роман 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 прекрасная вещь сказал он Это вещь страстно написанная Когда ее читаешь то оторваться не можешь Удивительно как могла это написать девушка находящаяся в той обстановке в которой живет госпожа С. Я был у них провел короткое время в их деревне У них мать добрая старушка брат идеалист человек сороковых годов Я видел десятки подобных людей в кружке Грановского и Станкевича особенно в кружке Станкевича Этот брат заставил меня помолодеть на сорок лет когда я его увидел Это идеалист относящийся однако слегка насмешливо даже к самому себе Самой госпоже С. 26 лет по внешнему виду она ничем не поражает Вот что поразило меня в их семье Это сестра госпожи С. Если бы мне пришлось описывать женщину преступницу убийцу я непременно придал бы ей такую наружность низкий лоб огромные глаза почти на вершок расстояния друг от друга какие-то ужасно красивые губы и маленький прямой нос с широко открытыми ноздрями Притом она не говорила ни слова Здравствуйте прощайте больше ничего Мать относилась к ней с любовью и в то же время в этом отношении слышалось Иди иди ты ведь не наша ты отрезанный ломоть Покуда она сидела молча насупившись в своем углу мне так и казалось что ей думается а ну-ка возьму я да и уйду из этого добродетельного дома к цыганам Я заметила Ивану Сергеевичу что я тоже думаю что вряд ли Варенька Ульмина будет встречена с симпатией ведь интересы общества устремлены к вопросам общественным а их автор вовсе не касается А хоть бы и так крикнул Иван Сергеевич если автор поэт глубоко прочувствовал свой предмет страстно описал его то он имеет право на существование хотя бы он был всего один на свете со своим направлением и стремлением Красота имеет право на существование она в конце концов вся цель человеческой жизни правда любовь счастье все соединяется в красоте древние греки были переполнены чувством красоты я читал перевод Платона Джоэта перевод Шлейрмахера плох у меня болела душа от того насколько мы пали сравнительно с греками описание смерти Сократа описание некоторых поступков Алкивиада и суда над ним да это верх совершенства а простота какая вы читаете словно короткие протоколы и в то же время чувствуете что этот Сократ этот полулежащий полусидящий человек бог а почему черт его знает этого не объяснишь Иван Сергеевич задумался потом на лицо его набежала какая-то горькая грусть у нас был Пушкин сказал он у него иногда являлся этот отблеск божественного света красоты а больше никого и нет после этого он вдруг снова заговорил о романе госпожи С да я думаю что госпожа С в своей родне видела кое-что похожее на то что описала знаете нет ни одной русской дворянской семьи где не было убийства или вообще какого-нибудь преступления не мудрено если госпожа С многое знала и видела между своей многочисленной родней после этого мы опять заговорили о поэзии я указывала Ивану Сергеевичу на стихотворение Полонского что она мне ни жена ни любовница и ни родная мне дочь отчего ж ее доля проклятая спать не дает мне всю ночь первая строфа из популярного в 70-е годы стихотворения узница 1878 год навеянного поэту образом Веры Засулич да это хорошее стихотворение отвечал Иван Сергеевич поэт тот который открывает горизонты он вызывает в читателе известное чувство очерчивая главные контуры картины и читатель строго логически дополняет ее я указала как на противоположность на стихотворение я в ноябрьской книжке отечественных записок да это не поэт это аналист отвечал Иван Сергеевич вы правы считая его прозаиком он ничего не потерял бы а напротив только бы выиграл если бы переделал свои стихи в прозу читатель не идет не может тут идти дальше автора он довольствуется тем что ему описали так подробно и не точно не характерно смотрите это описание утопленника и слеза сочится и глаза выпучены и пух нежный на губах если уж лицо утопленника одутловато и глаза выпучены то тот кто видит его не заметит ни слезы ни пуха да не умеют теперь пользоваться эпитетом а ведь это великое дело уметь пользоваться им так как это делал Пушкин в пустыне чахлой и скупой на почве зноем раскаленной помните это начало анчара тут в двух стихах все описание пустыни исчерпано больше нечего и говорить о ней она перед вами во всей своей страшной правде Иван Сергеевич заговорил о русских живущих в Париже на левом берегу сены никогда не было такого количества чающих движения воды нуждающихся и никогда не было так мало воды прежде я мог помогать теперь и у меня средств мало кроме того за последние два года мое значение начинает теряться вот д не ответил на письмо которое я написал ему орлов начинает плохо относиться д речь идет о шефе жандармов Дрентельне которому Тургенев послал 6-го 18-го ноября 1878 года письмо с просьбой разрешить Луканиной возвратиться в Россию Тургенев письма том 12 книга 1 страницы 378 379 письмо Тургенева осталось без ответа все эти господа пришли к тому убеждению что я неисправный человек и что никогда от меня добра не выйдет и отвернулись но я все-таки не перестану поступать как поступал и буду хлопотать и надоедать всем и каждому с моими русскими а плохо плохо я прежде принимал всех теперь я уже прошу чтобы ко мне обращались письменно все-таки легче ответить письменно что не могу ничего сделать чем лично в глаза отказать человеку 29 апреля 1879 года много воды утекло с тех пор как я не видала Ивана Сергеевича вскоре после моего последнего посещения я узнала что брат его умер и что Иван Сергеевич едет в Россию Николай Сергеевич Тургенев скончался 7 января 1879 года я не видела его перед отъездом потом начались газетные толки о том как его в России принимают как молодежь толпами ходит к нему затем Иван Сергеевич вернулся я застала его уже одетым для выезда он показался мне здоровее и бодрее нежели когда-либо речь перешла к самому Ивану Сергеевичу и поездке его в Россию Иван Сергеевич говорил про Москву когда я пришел на обед я не только не думал говорить речи но не ожидал ничего вдруг такая единодушная шумная демонстрация тут не было не только времени радоваться но я сначала даже не понял в чем дело мы радовались здесь вставила я потом везде в Петербурге тоже студенты хотели толпой провожать меня но я не согласился в Петербурге я принимал приходивших частным образом они шли шли без конца студенты студентки раз пришло их этих молодых барышень слушателей с курсов человек десять в это же время была у меня госпожа я с приятельницами и я стал сравнивать женскую молодежь шестидесятых годов с молодежью теперешней теперешней женщины далеко выше они такие простые свежие знают чего хотят нигилистки шестидесятых годов словно надломленные сухость какая-то недостаток жизни отчужденность от нее помолчав немного Иван Сергеевич прибавил я теперь чувствую тягость житья за границей нельзя отрываться от родины и быть там только наездом нельзя стоять одной ногой там а другую здесь придется вернуться туда и жить там конечно не в Петербурге и не в Москве а в деревне или во внутренних городах но тяжело отрываться и от того с чем сжился здесь Иван Сергеевич проговорил эти последние слова тихо глубоко наклоняя голову над столом за которым сидел 3 мая 1879 сегодня я пошла к Ивану Сергеевичу по его зову я застала у него Павловского с которым Иван Сергеевич познакомил меня прося меня взяться за перевод на французский язык статьи его в одиночном заключении я взялась тут пришел Антокольский Иван Сергеевич сейчас принес ему показать лепной бюст говоря что он относится к 16 столетию бюст представлял молодую девушку нос был немного отбит и реставрирован это было то что называют терракота Иван Сергеевич объяснил что работа принадлежит художнику той школы которая старалась приблизиться к правде не выдумывая фигур а прямо снимая портреты и вот добавил он эта барышня жила давно нет ее давно нет сотен людей живших после нее а мы ее видим видим что в 16 столетии была именно вот такая барышня немного мечтательная она ведь и не совсем добрая посмотрите на нее она себе на уме а как все это деликатно сделано взгляните на эти немного припухшие веки я купил ее за 70 франков рискнул там были все дренные вещи только этот бюст и поразил меня но я думал что ошибаюсь мне однако знаток икс сказал какой дурак продал ее вам так дешево Антокольский подтвердил что вещь хорошая он осмотрел бюст и решил что это однако слепок а не оригинал и вошел по этому поводу в технические подробности 27 мая 1879 года за это время я несколько раз бывала у Ивана Сергеевича по своим личным делам дело перевода статьи господина П казалось сложнее нежели я думала дня три тому назад я сочла нужным пойти к Ивану Сергеевичу чтобы попросить его взять на себя ответственность за некоторые необходимые по моему мнению стилистические поправки он обещал мне это я высказала Ивану Сергеевичу что слышала от вполне заслуживающих доверия людей что Павловский в высшей степени самолюбив и что я поэтому боюсь чтобы не вышло у нас с ним каких-нибудь неприятностей Иван Сергеевич успокоил меня говоря что устроит все к лучшему что же касается самолюбия начинающих авторов прибавил он то с ним ничто не в состоянии сравняться когда вы хвалите молодого автора то как бы ни были преувеличены ваши похвалы он все принимает задолженное если же вы начнете порицать его то он всегда припишет это вашему невежеству или неспособности его понять даже если начинающий автор и не высказывает ничего подобного своему критику тем не менее он это думает присмешные бывают случаи вследствие этого я помню случай с Белинским это было во времена московского телеграфа является к Белинскому молодой человек и приносит рукопись прося прочитать ее и поместить ее в журнал если она годится статья оказалась не дурна и Белинский согласился на то чтобы она была напечатана тогда молодой автор поставил условием чтобы она была непременно помещена в конце или начале книги и чтобы каждая страница была обнесена каймой речь идет о Достоевском авторе бедных людей 1846 год приведших в восхищение Белинского и Некрасова как вспоминают современники Панаев Григорович Анненков огромный успех повести вскружил голову молодому Достоевскому настолько что он решаясь отдать свой роман в готовившийся тогда альманах петербургский сборник потребовал чтобы его роман был отличен от всех других статей книги особенным типографским знаком например каймой Анненков страница 283 Белинский отказался от помещения ее на таких условиях после мы все вместе сочинили по этому поводу шуточные стихи описывавшие похождения молодого автора припев был такой обнесу тебя каймою помещу тебя в конец затем Иван Сергеевич рассказал мне что литературное утро назначено на 27 мая то есть на сегодняшний день и обещал дать несколько приглашений которые я и получила к трем часам я была вместе с двумя знакомыми в прихожей нас встретили Поль Виардо и Иван Сергеевич и отобрав у нас билеты указали нам места Иван Сергеевич был весел свеж полон жизни оделся он благодаря торжественному случаю в черный фраг в котором был так же хорош и непринужден как в своей душегрейке с лиловыми шелковыми рукавами мы попали в маленькую столовую рядом с залой и сидели прямо против двери ведшей на эстраду где помещались исполнители прежде всего господа Димер и Виардо исполнили сонату Рубинштейна затем читал Иван Сергеевич затем пели Марианна Виардо сама мадам Виардо и опять играли Димер и Поль Виардо Иван Сергеевич еще читал два раза но читал он по-моему на этот раз несколько хуже чем в прошлом году и не так громко точно ему было трудно иногда он как будто несколько торопился иногда понижал голос до того что мы в пятом ряду его уже не слышали чтение свое он начал без всякого предисловия так о том как мужик двух генералов прокормил сказка для детей и преимущественно для взрослых если я и сказала что Иван Сергеевич хуже читал чем в прошлом году то тем не менее он читал очень хорошо никогда я не наслаждалась больше щедреным как при этом чтение но публика очень многочисленная на этот раз отнеслась к прочитанному довольно холодно да оно и понятно это была богатая публика что касается нас задних и боковых то мы и смеялись и восхищались вообще у нас это чтение имело большой успех чтению цыган Иван Сергеевич предпослал несколько слов милостивые государи обратился он к публике я конечно не позволю себе высказать сомнения в том чтобы каждый из вас не читал и не знал цыган Пушкина но многие читали их давно и мало кто перечитывал их в то время когда понимание его сложилось в полной силе а между тем цыгане может быть лучшее из поэм Пушкина нашего великого гения так давно умолкшего и увы не нашедшего себе ни одного вполне достойного преемника потом Иван Сергеевич начал читать цыган он читал превосходно он делал пропуски потому что вся поэма слишком длинна чтобы быть прочитанной в один раз на литературном чтении лучше всего Иван Сергеевич прочел то место где старик цыган говорит Олегу чтобы он оставил табор кончив Иван Сергеевич почти выбежал в столовую и обращаясь к сидевшему тут же господину Ардову сказал хлопнув рукой по книге и бросая ее на стол чудесная вещь и сказать что она пятьдесят пять лет тому назад написано не написано из стали выковано Иван Сергеевич остался в столовой и сел невдалеке от меня когда пела Мариана Виардо он утирал слезы когда мадам Виардо спела и сладко и больно Чайковского Иван Сергеевич совершенно воодушевился Замечательная старуха какая обратился он опять к Ардову И действительно когда мадам Виардо поет она сама жизнь сама страсть само искусство она не чужое передает она сама как будто свое переживает Я понимаю что ее слушали страстно так же страстно как сама она жила на сцене Когда дело дошло до последнего чтения Ивана Сергеевича то он вышел на эстраду и обратился к публике со словами Господа мы только что находились под такими глубокими поэтическими впечатлениями что мне не хотелось бы читать вам моих произоических записок я прочту вам пушкинского гусара Нет нет закричала почти вся зала записки охотника записки охотника 4 августа 1879 года сегодня я пошла к нему чтобы прочесть ему вновь написанную мною вещь из пригласительной записки Ивана Сергеевича я поняла что мне нужно ехать в Бужеваль я была нездорова и мне вовсе не нравилось что надо отправляться так далеко однако в конце концов я осталась довольна тем что видела Ле Франс они стоят того это большая дача дом стоит на горе вправо еще выше и правее находится шале в котором живет Иван Сергеевич гора вся зеленая на заднем плане и по бокам деревья посредине луг на котором разбросаны цветники наполненные тысячами бегонии фуксий всех родов и сортов меня несколько удивило что я вижу только бегонии и фуксии да еще красные крапивки я пошла по правой дорожке она повела меня вдоль оранжерей на гору в густую крутую аллею где становилось все темнее вправо журчал ручей и к дому я вышла из-под раскидистой плакучей ивы меня провели в шале ивана сергеича в течение разговора я высказала что мне очень нравится ла франс хорошо то тут хорошо отвечал иван сергеич но есть и неудобства вид хорош с горы на сену но ничего не растет кроме некоторых пород деревьев нет ни фруктов ни цветов что касается фруктов то французские мне вообще не нравятся русские лучше мне говорят что мне это кажется потому что я в России жил когда был молод а теперь я стар но это неправда а из цветов тут есть только бегонии и фуксии да и с теми возня на зиму их ставят в оранжерею хлопотно и дорого земля тут представляет тотчас под черноземом слой синей глины почва сырая и холодная я не сожалею об отсутствии цветов продолжал Иван Сергеевич я их терпеть не могу моя матушка была страстная любительница цветов я нигде не видел таких тюльпанов как у нее но все это цветоводство сопровождалось самой ужасной жестокостью к садовникам их секли за все и про все конюшня была близка я все слышал как-то раз кто-то вырвал дорогой тюльпан после этого всех садовников пересекли еще связано у меня с цветами воспоминания один из крепостных мальчиков выказал способности к рисованию его отдали в Москву учиться живописи он стал настолько хорошим художником что ему поручили написать потолок в большом московском театре потом матушка выписала его назад в деревню и поручила ему писать с натуры цветы он их писал тысячами и садовые и лесные писал с ненавистью со слезами они опротивили и мне бедняга рвался зубами скрижетал спился и умер далее Иван Сергеевич рассказывал еще о крепостных которых его мать отдавала в учении и между прочим об одном которого поместили в пансион где он отлично выучился по-французски потом он чем-то не угодил своей госпоже и его отдали в солдаты он дослужился до офицерского чина и после этого приехал в деревню повидаться с своими родными ни офицерского чина ни приезда матушка Ивана Сергеевича не могла простить ему и не позволила ему даже войти в избу его родного брата 21 декабря 1879 года в течение разговора речь зашла о сыне Че я сейчас до того кричал что охрип сказал Иван Сергеевич был у меня сын Че и читал мне свои вялые стихи и потом вдруг заговорил о том что все дурно что только будущее будет хорошо что тогда будет красота а теперь ее нет и что все люди звери я ему сказал если бы я был зверь я бы теперь бросился на вас и укусил бы вас а я вот вас слушаю не понимаю я этих людей которые ничего хорошего в прошлом не признают разве для них не существует ни Гомер ни Шекспир эти люди когда бы им показали самую красивую в мире женщину непременно сказали бы о тогда в будущем красота будет совсем другая лучше чем теперь как будто будущее не сложится из элементов прошедшего он напомнил мне Хомякова тот тоже все ругал в литературе а сам взял да и написал трагедию которая не то иное как сколок с Шиллера так и этот юноша все плохо в прошлом и все теперь плохо у других а сам пишет значит считает свои стихи хорошими есть такие люди которые действительно сознают что теперь все плохо но зато они и себя считают неспособными произвести что-нибудь хорошее и поэтому ничего не производят но таких людей немного по всей вероятности речь идет о встрече со старшим сыном Чернышевского который жил в Париже в 1879 в 1880 годах сохранилась одна записка Тургенева к Чернышевскому от 18 ноября 1 декабря 1879 года которая свидетельствует об их знакомстве одно из стихотворений молодого Чернышевского написанное в 1879 году имеет такое авторское примечание по рассказу Ивана Сергеевича Тургенева возможно оно появилось в результате свидания с писателем об этом подробно в публикации Шульгина Тургенев Луканина и Чернышевский Тургеневский сборник выпуск 4 1968 год страницы с 259 по 269 а также в литературном наследстве том 76 страница 702 1880 год 30 ноября 1880 года в последнее свое посещение я оставила Ивану Сергеевичу для прочтения первую часть своей статьи «Год в Америке». «Вчера я отправилась к нему с тем чтобы передать ему вторую часть». Иван Сергеевич посоветовал мне поскорее переписать первую часть и послать ее в Вестник Европы обещая с своей стороны замолвить за нее слово говоря что она написана просто объективно и не безинтересно. «Я надеюсь что Вестнику Европы я нужен» заметил он и следовательно там исполнит мою просьбу поместить вашу статью. Я так долго задержал ее потому что был очень занят я очень долго не работал а теперь написал небольшую вещь стоила она мне неимоверных трудов одна переписка ее отозвалась на мне такими головными болями такой усталостью каких я никогда не испытывал и наверное вещь будет плохая то есть может быть и не совсем плохая но во всяком случае слабая я послал ее Аненкову которому даю на прочтение все свои вещи до напечатания посмотрю что он мне о ней скажет это этюд короткая вещь где я описываю два типа старых помещиков был у меня старик дядя родился он при Елизавете а сам был человек екатерининских времен и глупый жена его родилась тоже чуть не при Елизавете этот мой дядя был человек хотя глупый но очень своеобразный вот почему мне и вздумалось описать эту чету речь идет о повести старые портреты который открывался незавершенный цикл отрывки из воспоминаний своих и чужих опубликовано в газете порядок 1881 год номера 1 и 4 сейчас пришел пакет с старыми портретами писал Аненкову Тургенев нечего вам говорить как меня обрадовал ваш отзыв Тургенев письма том 13 книга 1 страница 15 1881 год 8 января 1881 года вчера я снова отправилась к Ивану Сергеевичу и застала его уже на ногах в комнате однако стояла пара костылей и я поняла что дело опять идет о подагре Иван Сергеевич поразил меня своей худобою и бледностью куда девался здоровый и бодрый вид его которому я порадовалась в нем осенью я спросила его как он себя чувствует он отвечал что лучше но все еще слаб у меня был припадок подагры в сердце сказал он потом она перешла в колено и к этому прибавилась люмбага в форме судорог такой боли я еще никогда не испытывал мне казалось что в мое колено вцепилась зубами большая собака и рвет и грызет его теперь мне лучше благодаря впрыскиваниям морфия я бы и теперь не встал да мне необходимо выйти сегодня из-за картины Куинджи дело в том что картина эта очень хороша это вид Днепра при лунном свете газеты наши прокричали про нее что до нее вовсе живописи не было это положим вздор но картина все-таки хороша ее приобрел великий князь Константин Константинович и захотел поместить ее на своем фрегате чтобы иметь ее с собою во время кругосветного плавания мне хотелось чтобы она была выставлена здесь в салоне она наверное получила бы медаль я просил об этом великого князя и о том чтобы выставить ее у Зе я напечатал также о ней в газетах но к сожалению из этого ничего не вышло ее ходили смотреть только русские да и то мало теперь я получаю телеграмму из Шербурга сейчас же выслать туда картину а так как я отдал ее Зе то один только я и могу получить ее обратно картина Куинджи Ночь на Днепре имевшая большой успех на художественных выставках в России была по предложению Тургенева выставлена в декабре 1880 года в Париже в галерее Зедельмейера однако ее владелец великий князь Константин Константинович вскоре затребовал картину он взял ее в кругосветное путешествие из которого вернулся только в 1882 году перед уходом я сказала Ивану Сергеевичу что хочу написать в редакцию Вестника Европы что хорошо было бы если бы она выслала мне денег так как они мне в настоящую минуту нужны вот что мы сделаем сказал Иван Сергеевич это будет скорее и проще я вам дам от себя а редакция вышлет мне вот сто рублей разменяйте их возьмите себе сто или сто пятьдесят франков а остальные принесите мне часть этих денег пойдет на памятник Флоберу какая теперь на меня ругатня идет за мое предложение сбора на этот памятник газеты анонимные письма вырезки из газет сыплются на меня в одной газете был напечатан целый вымышленный разговор по этому поводу один добрый человек вырезал его и прислал мне собственную прибавку карандашом разговор кончается словами что же теперь делать с господином тургеневым за это предложение сбора на памятник Флоберу бить надо прибавил карандашом приславший вырезку какая-то дама из Одессы называя себя моей убывшей почитательницей пишет мне что я поступаю нечестно что я обязан объяснить свой поступок меня упрекают что я забыл Россию что у нас своим родным авторам нет памятников и все это из-за нескольких несчастных грошей который всякий волен дать или не дать о Русь сколько в ней грубости как только поскребешь верхушку ну где бы это было возможно кроме России предположим что какой-нибудь писатель здесь во Франции имел бы друга автора в России и этот друг умер бы а француз заявил бы предложение пожертвования ему на памятник я вполне уверен что ни один француз ничего бы не дал но зато никому не пришло бы в голову ругаться из-за этого или обвинять предложившего в нечестности меня и в западничестве обвиняют хороши эти славянофилы обвиняющие меня в западничестве вот они например господин Икс с его постыдным процессом с крестьянами а ведь он славянофил народник у него бывают собрания молитвенные с воздеванием рук как у пашковцев и они эти люди кричат о том что народ скажет последнее слово всяческой мудрости 2 ноября 1881 года в течение года Иван Сергеевич ездил в Россию и я по обыкновению на летние месяцы уезжала из Парижа сегодня после долгого перерыва я опять увидела с ним он произвел на меня странное впечатление в разговоре он бронил запад сравнивал Льва Толстого с Виктором Гюго говорил что Толстой гениален а Гюго только напыщенный Ритор что за Толстым будущее что его гениальная простота делает его первым в мире художником положим он подобное говорил и раньше но несколько иначе в другом тоне с другой окраской показался он мне так же сильно постаревшим он точно опустился согнулся 1882 год 8 июня 1882 года за эту зиму я несколько раз бывала у Ивана Сергеевича меня опять приглашали читать на литературном вечере общества художников но по различным причинам о которых здесь не место говорить я отказалась Иван Сергеевич был по-видимому недоволен этим отказом и немножко посердился на меня он давно уже болен теперь ему однако лучше у него ангина он лежит все время в постели и настроение его невеселое и какое-то озлобленное одним словом вовсе не похожее на то что привыкли видеть в нем встречавшиеся с ним люди но за нынешнюю зиму ему и пришлось вытерпеть немало помимо семейных горестей глубоко расстроивавших его ему пришлось еще сделаться мишенью гнуснейших сплетен часть из них он передавал мне и приходилось только удивляться грязной изобретательности лиц пускавших их в ход все это так глубоко действовало на Ивана Сергеевича что он никогда никому не отказывавший в своей помощи стал даже отстраняться от всяких подобных дел 23 декабря 1882 года застала я сегодня Ивана Сергеевича опять больным опять та же боль в плече мешающая ему ходить в продолжение всего времени пока я у него была он ни разу не улыбнулся первое что он мне сказал относилось к повести Н.И.П. Савка у автора бесспорно есть талант наблюдательность и юмор но есть много недостатков он ставит второстепенные лица наряду с главными и теряется в подробностях я боюсь что Стасюлевич не поместит его рассказа между тем как Юрьев издатель русской мысли который сам художник и литератор поймет что Савка рассказ стоящий того чтобы на него обратить внимание речь идет о Паевском за которого впоследствии вышла замуж Луканина конечно не нужно будет претендовать на него если он что-нибудь выкинет или изменит господа господа редакторы считают за собой это право изменения и урезывания они даже и меня и Толстого изменяют я удивилась вот и падите послал я Стасюлевичу рассказ после смерти дело идет о молодом человеке который влюбился в женщину после того как она умерла это психологический этюд ну Михаил Матвеевич нашел это заглавие слишком мрачным и изменил назвал рассказ именем этой женщины Клара Милич а оно и не идет вовсе потому что она тут лицо вполне второстепенное Клара Милич после смерти опубликована в Вестнике Европы 1883 год номер первый а Толстой личность бесспорно крупная перестал писать потому что его не хотели печатать без изменений и вот еще что публика в этом случае за редакторов издатель редактор хочет чтобы его журнал придерживался известного направления он в сущности прав он знает чего требует читающая его публика а теперь нашей публике ни авторитеты ни художества не нужны она требует ищет известной тенденциозности я вставила что ее за это осуждать нельзя прекрасно но художественности искусству тут места уже и нет и редактор режет изменяет все что хочет и как хочет мы у них вполне в руках и связаны по рукам и по ногам я стала его просить добыть для автора Савки какой-нибудь работы так как знаю что она ему нужна если бы вы мне сказали чтобы я достал птичьего молока то это было бы легче сделать чем достать работы теперь видите это кресло на котором я сижу оно просижено людьми приходящими сюда просить работы который нет 1883 год 11 июля 1883 года я месяца два уже не видела Ивана Сергеевича когда поехала к нему в начале марта а может быть и в конце февраля я пробыла у него очень недолго переговорила с ним о деле которое привело меня к нему и затем ушла он сидел в кресле сильно похудевший говорил тихо и слабо и жаловался опять на боли в плече и на то что ходить и стоять не может в течение зимы он еще перенес операцию ему вырезали небольшую неврому накануне операции я была у него это было если не ошибаюсь в конце прошлого декабря Тургеневу сделали операцию 2 14 января 1883 года в тот день он был сравнительно бодр и весел и о предстоящей операции говорил так спокойно точно дело шло о чем-то обыденном и совершенно неважном я приходила к нему тогда по поводу одной работы которую он хотел мне поручить дело шло о переводе романа романа гида мопассана с подлинной рукописи до появления ее во французской печати но из этого ничего не вышло а между тем Иван Сергеевич дал уже мопассану от себя вперед тысячу франков работа эта была сначала отдана другому переводчику но он сделал ее так плохо что она оказалась никуда негодную при этом он слишком долго продержал рукопись у себя и время ушло Тургенев поручил перевод романа пассана жизнь цакни русскому политическому эмигранту желая тем самым оказать ему необходимую помощь перевод был сделан цакни крайне слабым литературное наследство том 73 книга 1 страницы 412 413 я должна была переводить продолжение а Иван Сергеевич брался исправить начало но как я сказала оно было слишком плохо и потребовало бы долгого труда а времени до появления книги Мопассана оставалось мало так это дело и было оставлено в течение марта и апреля я два раза была у Тургенева но Ивана Сергеевича не видела ему было очень плохо как мне говорили и он успокаивался только благодаря впрыскиваниям морфия когда я в последний раз заходила к Тургеневу на дворе стояла карета и мне объяснили что Ивана Сергеевича перевозят в Бужеваль что с ним два доктора и что хотя ему настолько лучше что он ехать может но что в общем состояние его все-таки очень плохое в конце мая Н и П решился поехать к Ивану Сергеевичу в Бужеваль он был принят но застал Ивана Сергеевича в таком положении что как говорил мне вернувшись ни о чем другом не мог думать и мучился мыслью что решился беспокоить умирающего Иван же Сергеевич по всегдашней доброте своей велел ему привести его повесть Савку чтобы еще раз перечитать ее и затем дать ему рекомендацию либо к господину Стасюлевичу либо к господину Юрьеву но так как сам написать письмо Иван Сергеевич был не в силах и находил неудобным чтобы похвалы Савки были написаны рукою самого автора то послал П за мною с тем что письмо это продиктует мне я поехала в Бужеваль не ожидая испытать того что почувствовала при виде Ивана Сергеевича это был уже не тот мощный полный жизни и силы большой чисто русский человек это был худой слабый изнуренный словно восьмидесятилетний старик на руки его было страшно смотреть нос был длинный глаза впали круглое лицо тоже удлинилось волосы поредели пожелтели избились голос еле можно было расслышать я едва могла выдержать при нем и так горько разрыдалась в другой комнате что мадмуазель Арнольд бывшая воспитательница детей Виардо примечаний Луканины ходившая за ним на силу могла унять меня потом я вернулась к Ивану Сергеевичу и он поручил мне самой составить письмо к Стасюлевичу говоря я настаиваю на том чтобы повесть была послана Стасюлевичу а не Юрьеву но почему этого он не объяснил уходя я сказала Ивану Сергеевичу что если ему вообще нужно будет что-нибудь русское писать то я к его услугам и буду счастлива явиться по первому зову через день я получила записку что нужна на этот раз я застала Ивана Сергеевича в постели в спальне в последний мой приезд он лежал на диване в гостиной он продиктовал мне письма к господам Аненкову Поломскому Щепкину диктовал он медленно очень слабым голосом но совершенно отчетливой мыслью ни одного слова не пришлось ему изменять в письмах по прочтению их я имела бестактность сказать Ивану Сергеевичу что нахожу будто у него сегодня вид лучше он ужасно рассердился эти дамы всегда так всегда вот Шарко вид у него ужасный какого-то кутилы мученика а он здоров Шарко же и говорил тут одной даме что хороший вид ничего не значит что можно иметь прекрасный вид и быть накануне смерти когда Иван Сергеевич в следующий раз послал за мною то опять диктовал мне письма господам Топорову и Щепкину а также еще одному доктору по поводу какого-то нового лекарственного средства при этом присутствовала госпожа Виардо она довольно строго уняла Ивана Сергеевича когда он было разговаривался прося его не утомляться Иван Сергеевич между прочим рассказал что он пригласил к себе письменно доктор Шуэс а когда она приехала то он потребовал от нее яду врач психиатр доктор медицины Скорцова жившая в Париже рассказывала в своих воспоминаниях я получила от мадам Виардо письмо что Иван Сергеевич просит меня приехать когда я приехала меня тотчас же провели к нему он попросил меня сесть и объяснил зачем позвал меня передаю его словами видите в каком я положении страдаю невыносимо помочь мне не могут кто бы не лечил меня я человек неверующий и считаю себя вправе распоряжаться своей жизнью прошу вас дайте мне отраву чтобы прекратить мои мучения Тургеневский сборник выпуск четвертый 1968 год страница 325 рассказывал он это просто спокойно даже с юмором и при этом удивительно хорошо представил как она отказалась дать и прибавила педагогическим тоном помилуйте как это можно когда госпожа Виардо вышла Иван Сергеевич вдруг впал в какое-то отчаяние и с глубокой мукой в голосе в котором слышны были и слезы произнес я сам себе гадок себе противен зачем я живу для чего тряпка какая-то как бы я хотел теперь лежать рядом с моим другом в земле он говорил о господине Виардо умершем незадолго перед тем примечание Луканиной я не знала что и сказать но в это время кто-то вошел и Иван Сергеевич успокоился вчера я опять была у него и нашла его в гораздо лучшем состоянии он был одет и лежал на кушетке его на днях вывозили в экипаже он начинает понемногу есть между тем как за последнее время питался только молоком говорят ему дают теперь йодистый калий он жалуется что от этого у него сильный насморк плохой вкус во рту и точно свинец в желудке но тем не менее ему лучше он принимает йодистый калий уже с месяц и улучшения акцентируются говорят что врачи надеются на выздоровление он однако опять жалуется на боль в плече между тем мадемуазель Арнольд говорит что в общем ему неизмеримо лучше она говорила мне что у него в марте действительно бывал бред и видение но что он все помнит что ему чудилось как и раньше Иван Сергеевич диктовал мне письма по своим денежным делам и по имению по видимому ему пришлось понести кое-какие потери что весьма печально в такое время когда ему именно нужны деньги врачи еще толкуют о том что ему на зиму нужно ехать на юг ему во всяком случае настолько лучше что третьего дня он собственноручно написал письмо графу Льву Толстому то то самое письмо где он уговаривает его не отказываться от литературной деятельности примечание Луканиной литературной когда я когда я должен есть они меня заставляют и я должен подвергаться этой неприятной операции питания когда мне этого вовсе не хочется Я пошла позвать мадемуазель Арнольд, и Иван Сергеевич начал завтракать, а я ушла. В саду я встретила мадам Девернуа, и она рассказала мне, как раздражали Ивана Сергеевича газетные толки о нем. Потом мне то же самое рассказывала и мадемуазель Арнольд. Она уверяла меня, что он у нее выпрашивал яду, а раз стал требовать от госпожи Виардо, чтобы она выбросила его в окно, на что та ответила. — Дорогой мой Тургенев, вы слишком большой и тяжелый. Кроме того, это бы вам повредило. Ответ этот рассмешил Ивана Сергеевича, и он на время успокоился. Нужно сказать, что раз мадемуазель Арнольд сильно напугала и расстроила меня по поводу Ивана Сергеевича, она рассказала мне, что доктор Б. советовал ей иногда заменять морфий водою при впрыскиваниях. Доктор Б. известный русский врач Белоголовый, лечивший писателем. Он оставил воспоминания, в которых рассказывал о последних месяцах жизни Тургенева. Белоголовый. Воспоминания и другие статьи. Издание 4. Санкт-Петербург, 1901 год. Страницы с 409 по 419. «Она это и делала. Берите для этого лучше дистиллированную воду, — заметила я, — тогда вы будете уверены, что вода чиста». «Дистиллированная вода — это лавровишневые капли?» — спросила она. «Нет-нет, как можно, — сказала я и объяснила ей, что такое дистиллированная вода и что такое лавровишневые капли». В следующий мой приезд она опять спросила меня, не правда ли дистиллированная вода — это лавровишневые капли? Я чуть не вскрикнула от испуга, надеясь, что вы не впрыскивали ему лавровишневых капель, ведь я объяснила вам, что это такое. «Ах, ведь и в самом деле, — спохватилась она, — я ведь это и сама знала, как это я забыла». После этого я почти две ночи не спала. Особенно же испугалась я, когда дня через три после этого разговора Г. опять прибежал сообщить, будто Иван Сергеевич умер и что об этом уже пишут в газетах. Но на этот раз это, к счастью, также оказалось лганьем, но я несколько дней после этого страдала сильнейшими головными болями от страха за то, что могла вообще наделать мадемуазель Арнольд. После этого я опять была у Ивана Сергеевича. Состояние его было тоже. «Первое октября 1883 года. Последний раз я видела Ивана Сергеевича в пятницу, 10 августа. Я нашла его не особенно слабым. В последнее время он несколько раз посылал за мною и, между прочим, поручил мне перевести на русский язык рассказ его «Пожар на море». Окончив работу, я отвезла ее в Бужеваль. Я застала Ивана Сергеевича сидящим на балконе. Вскоре из Парижа вернулась госпожа Виардо и привезла ему сандвичи, которые он любил. Он с аппетитом съел их. Он показался мне несравненно бодрее прежнего. Шутил, улыбался. Взяв у меня перевод «Пожара на море», он сказал, что у него есть еще другой рассказ, который он тоже диктует по-французски госпожа Виардо, и даст мне перевести, но что теперь рассказ этот еще не готов. «Работа моя разрастается», — сказал он по поводу второго рассказа. «Это уже не рассказ, но еще и не повесть». Относительно моего перевода он, просмотрев его, заметил, что там вкралось несколько галлицизмов, но, в общем, остался доволен. Мне необыкновенно больно писать теперь это. Глядя тогда на Ивана Сергеевича, я так была уверена, что он поправится. Я сказала ему, как мне нравится «Пожар на море» по картинности и простоте, а, главное, по правде описанных там ощущений. «Все это так точно и было», — ответил Иван Сергеевич, задумчиво улыбаясь и словно вглядываясь далеко-далеко в прошлое. «Мне было тогда восемнадцать лет». А жить ему еще так хотелось, голова так хорошо работала. Я прочла в газетах, что тело его увозят именно сегодня в Россию. Я не могу при этом присутствовать, сил нет. Мне так жаль, жаль, жаль его. Последнее мое посещение Ивана Сергеевича еще и потому оставило во мне обманчивое впечатление, полное надежды на выздоровление, что он довольно долго говорил со мной о делах, не моих, а совершенно посторонних людей. И тут, как всегда, высказывалась его необыкновенная доброта и забота о всех людях, пытающихся пробить себе дорогу на литературном поприще. «Приезжайте в воскресенье двенадцатого», — сказал он мне на прощание и обещал дать тогда свой второй рассказ. Речь идет о рассказе «Конец», который был переведен на русский язык Григоровичем. Окончен ли он вообще, не знаю. Быть у Ивана Сергеевича я больше не могла, я сама захворала, и, чтобы поправиться, должна была на несколько недель уехать в деревню. Там меня и застигла весть о его смерти. Лидия Филипповна Нелидова Памяти Ивана Сергеевича Тургенева Знакомство Лидии Филипповны Нелидовой 1851-1936 годы с Тургеневым произошло по инициативе писателя. Прочитав в октябрьском номере «Вестника Европы» за 1879 год повесть под названием «Полоса», Тургенев увидел в ее авторе свежий и сильный талант. «Я постараюсь с ней познакомиться», — сообщил он Аненкову 13-25 ноября 1879 года, когда узнал, кто скрывается за инициалами L.N. Тургенев просил своих приятелей, Топорова, Полонского, знавших писательницу, рассказать ему о Ламовской, Нелидова, ее литературный псевдоним. «Все, что ты пишешь о ней, очень меня заинтересовало», — замечает он в ответном письме Полонскому. Тургенев, письма, том 12, книга 2, страница 205. Встреча состоялась в январе 1880 года в Петербурге через посредство Топорова. Последний раз Нелидова виделась с Тургеневым в июне этого же года, в дни пушкинских торжеств в Москве. Нелидова в действительности не обладала сильным талантом, в чем Тургенев вскоре и убедился, но она была человеком далеко не заурядным. Большое влияние на формирование ее характера оказал писатель-демократ Слепцов, чьей гражданской женой она стала в 1875 году. Он первый угадал в ней творческие задатки. По всей вероятности, над своей повестью «Полоса» Нелидова работала вместе со Слепцовым, не случайно Тургеневу в этой вещи почудилась мужская рука. Жизнь сталкивала Нелидову с интересными людьми своего времени, Лопатином, Мечниковым, в семье которого она жила в Швейцарии в 70-е годы. Помимо воспоминаний о Тургеневе, ей принадлежат мемуарные очерки о встречах с Некрасовым, Эртелем, Лопатином. Текст печатается по изданию «Вестник Европы, 1909 год, номер 9». Глава первая У Вагнера, кота Мурлыки, есть сказка «Колесо счастья». В одном месте герой ее говорит «В этот день я был на вершине колеса счастья». Эти слова я готова была повторять о себе в один из дней осени 1879 года. Мне подали письмо из Петербурга со штемпелем «Вестник Европы», надписанное уже знакомым мне почерком. Письмо было от Стасюлевича. Оно состояло всего из нескольких строк. С редкой внимательностью почтенный редактор извещал меня, что получил из Парижа от Ивана Сергеевича Тургенева отзыв о моем только что появившемся в последней книжке журнала «Небольшом очерке». Своё мнение о повести «Полоса» Тургенев сообщал Стасюлевичу в письме от 8-го, 20-го октября 1879 года из Бужеваля. Тургенев, письмо, том 12, книга 2, страница 149. «Думая сделать мне приятное, Михаил Матвеевич пересылал мне самое подлинное письмо. Я хорошо помню тогдашнее своё чувство. В первую минуту мне показалось, что это сон, что я брежу, но листок почтовой бумаги был у меня в руках. Помню чувство восторга, да боли сжавшее сердце. Не могло же это быть мистификацией. В конце письма стояла подпись «Ив Тургенев». Конец, как не имевший отношения ко мне, был перечёркнут, а начало и середину занимали рассуждения о моём очерке и необыкновенно благосклонный отзыв о нём. Я читала и перечитывала письмо. Одна фраза в нём особенно приводила меня в восхищение. «Кто этот Эль-Эн?» Никакие похвалы не доставили бы мне такой радости, как этот вопрос. Значит, вещь была написана так, что нельзя было узнать, что её писала женщина. Я мечтала о возможности увидеть Тургенева. Его ждали в Петербурге. Он писал о своём приезде поэту Полонскому. Кроме Полонского у нас оказался ещё и другой общий знакомый Александр Васильевич Топоров. Оба они обещали привезти к нам Тургенева, как только он приедет в Петербург. Чтобы понять в полной мере значение этого обещания, нужно знать, чем был для нас, людей того времени, Тургенев. Я знала некоторые из его произведений наизусть или, по крайней мере, настолько, чтобы заметить малейшую неточность в передаче или пропуск при чтении. И это не только в таких напоминающих стихотворениях в прозе вещах, как эпилог из дворянского гнезда, а и в других менее знаменитых, как, например, дым. Помню, мне случилось слушать чтение известной сцены после объяснения между Ириной и Литвиновым. Читавший дошёл до слов, и роскошные плечи, плечи молодой царицы дышали свежестью и жаром. Чтец остановился на конце строчки, не заметив продолжения, а я не выдержала и закричала возмущённая «И жаром неги!» Нельзя так читать. Я не только помнила, я чувствовала, что так закончить фразу было нельзя. Это была бы не Тургеневская фраза. В предисловии к своим стихотворениям в прозе Бодлер писал «Кого из нас не посещало честолюбивое мечтание добиться чуда?» Прозы поэтической и музыкальной без ритма и без рифм, достаточно гибкой и довольно прихотливой для того, чтобы примениться к лирическим волнениям души, к мечтательным порывам, к движениям совести. Это мечтание, это чудо осуществил Тургенев. Много лет прошло с того времени, много было других влияний, но понимание красоты языка, красоты фразы, любовь к этой красоте, к музыке речи дал людям нашего поколения он. Толстой своей поразительной силой изобразительности нередко затмевал его. После описания смерти Николая Левина, измучивающего читателей так, как будто бы они присутствовали при настоящей агонии, кажется бледным и деланным описание смерти Инсарова в накануне. «Прощай, моя бедная, прощай, моя родина». Едва ли так в минуту смерти будет говорить умирающий человек, но все же не Толстому, а Тургеневу, дано было написать Лизу из дворянского гнезда, вместе с пушкинскими Татьяной и капитанской дочкой, лучшее, что есть в русской литературе, и не Толстой, а Тургенев изобразил Базарова и его смерть единственную в своем роде. Крестьяне, простые люди, умеют умирать и относятся к смерти спокойно и просто. В литературе есть несколько описаний таких смертей, но Базаров непростой человек. Он гораздо сложнее, нежели хочет показаться сам, когда, разговаривая с любимой женщиной, отрицает значение искусства и всей изящной стороны жизни. И он встречает так внезапно обрушивающуюся на него смерть, как сильный духом человек, и выдерживает мужественно последнее испытание. Отцы и дети появились, когда я еще не была в состоянии следить за литературными спорами, но мне впоследствии казались непостижимыми нападки на Тургенева и все возникшие из-за Базарова недоразумения. Поистине можно сказать, что книги имеют свою судьбу. Чего желали недовольные от писателя? Разве не ясно, что такой, как он есть, Базаров головой выше всех окружающих и разве не поразительно, что именно он, Тургенев, которого все, начиная с него самого, постоянно упрекали в слабости и бесхарактерности, мог создать Базарова, этот образец настоящего мужского характера, каких в литературе, как и в жизни, у нас меньше всего. Глава 2. 2. Он приехал и сидел в нашей гостиной. Мы говорили о Флабере, о литературе и условились свидеться на другой день в доме Якова Полонского. За мной должен был приехать, чтобы отвезти меня туда топоров. Этот наперстник Тургенева за последние годы его жизни в Петербурге заслуживает, чтобы о нем сказать несколько подробнее. В свое время он был лицом довольно известным в литературных кружках Петербурга, несмотря на свое скромное положение. По профессии Александр Васильевич Топоров был придворный зубной врач, никогда, кажется, не занимавшийся зубоврачеванием. Это не помешало ему иметь казенную квартиру в дворцовом ведомстве, а служил он, кажется, в каком-то коммерческом обществе. Впрочем, настоящей своей профессией он сделал служение знаменитостям, главным образом литературным. Это был настоящий диккенсовский тип, трогательный по-своему и оригинальный. Служил он своим кумирам усердно, бескорыстно и неподобострастно. Вначале предметом его поклонения был Слепцов, для которого он исполнял поручения, брал на себя устройство его литературных вечеров и практических дел, доставал для него деньги, когда в них случалась надобность. В одной из петербургских газет того времени был помещен стихотворный фильетон под названием «Невский проспект». Помню из него две строки «Проезжал Николай Алексеевич Некрасов в коляске, там Слепцов и его адъютант Топоров проходили нередко. Умер Слепцов и Топоров прикомандировал с адъютантом к Тургеневу, стал для него хлопотать, бегать, исполнять поручения. Познакомились они через поэта Полонского, в доме которого Топоров был принят как свой. С ним не считались визитами, никто долгое время не знал, где и как он живет, и редко кому, разве по какой-нибудь экстренной надобности, случалось попадать в его квартиру. Квартира эта, по описаниям, была оригинальная. Две крошечные комнаты помещались в конце длинного темного каменного коридора. В первой комнате с окнами, напоминавшими бойницы, стены были все увешаны засохшими венками, цветочными и лавровыми с лентами и надписями, поднесенными в разное время знаменитостям, при которых он состоял. Из своих комнаток Александр Васильевич выходил на люди, всегда чистый и хорошо одетый, всегда благодушный и довольный и готовый оказать услуги. В назначенный вечер, аккуратно в условленный час, Топоров приехал за мной на Надеждинскую и повез на фонтанку, где в старом неприветливом доме наверху во дворе жили тогда Полонские, у которых я и увидала его в первый раз. Сам поэт в то время, как, впрочем, и до конца жизни, занимал, как известно, место цензора по иностранной литературе. Невольно вспоминается мне при этом рассказ о Михаиле Евграфовиче Салтыкове, когда ему пришлось в первый раз попасть на квартиру к цензору и застать его в семейном кругу за столом, подвязанного салфеткой перед тарелкой супа. Салтыков долго повторял после этого с глубочайшим изумлением «Цензор суп ест». Нет, подумайте, каково «Цензор суп ест». По его словам, он представлял себе до того цензора существом особой породы, которая может, ну, живьем, что ли, глотать маленьких детей, и вдруг, как и все, суп ест. Жилища и семья Якова Петровича, несмотря на близость к цензуре, сразу располагали к себе и поколебали во мне ходячее московское мнение о негостеприимном и холодном Петербурге. Это была в то время самая радушная и милая семья, в которой чувствовал себя хорошо каждый, кто в нее попадал, и где любила собираться по пятницам, большое и разнообразное общество. Эти пятницы еще ждут своего описателя, а не стоят того. Из литераторов я встречала на них Григоровича, Лескова, поэта Козлова, впоследствии Мережковского и Гипиус. Бывали художники Чижов, Репин и музыканты. Приезжал и играл сам Антон Григорьевич Рубинштейн. Литературные пятницы у Якова Полонского описаны Садовниковым. Русское прошлое, 1923 год, номера 1 и 3. Глава 3. Обещанный визит Тургенева, о котором гостеприимные хозяева оповестили своих знакомых, собрал, разумеется, особенно много народа. Большая, немного низкая комната в пятом этаже не была еще полна, когда мы вошли. Едва я успела поздороваться с хозяйкой, как-то Поров увел меня в кабинет, где курили и сидели мужчины, находя, что мне, в новом звании литератора, нечего делать в гостиной с дамами. Он всячески подчеркивал это мое отношение к литературе. В то время это, конечно, нравилось мне. И все же, несмотря на литературу, мне было неловко и страшно входить в этот накуренный кабинет с большим письменным столом посредине, тесно заставленной старинной красивой мебелью. Мне представили ближайших ко мне мужчин, и я села на низкий диван недалеко от дверей, рядом со своим спутником. С величайшим интересом я разглядывала собравшихся людей, из которых многих видела в первый раз. Топоров знал всех и называл мне их имена. В противоположном углу кабинета у стола шел оживленный разговор. Высокий седой человек громко хохотал, часто откидывая назад голову и, как это нередко бывало, шутил над добродушием Якова Петровича. До меня донеслись слова. Полонский непременно откопает себе новый талант и носится с ним. Вот теперь какой-то у него эль-эн, говорят, это женщина. Ну, если женщина, то, наверное, попадья. Ничего хорошего. Какая нелепая полоса! Мне сделалось страшно неловко. Я краснела и не знала, что делать, оставаться или уйти. Но седого человека уже дергали за рукав, кивали в мою сторону, и спустя минуту он сам, как ни в чем не бывало, направлялся ко мне через весь кабинет. С самым непринужденным видом он поклонился, назвал себя и сел рядом со мной на диван. Это был Григорович, в то время, несмотря на седину, полной жизни, остроумия и веселости. Вероятно, он не знал, что я слышала его последние слова, а, может быть, решил сделать вид, что не знает этого. Но мне было неловко и больно, когда он тут же сразу наговорил мне множество любезных вещей по поводу моего злополучного очерка, не замечая или не желая заметить моего смущения. Оно, впрочем, продолжалось недолго. Я скоро простила двуличность своему собеседнику. Он был до того заразительно весел и остроумен, что нельзя было не простить его и не смеяться вместе с ним. Среди веселого разговора я не заметила, как исчез топоров, как ушел хозяин дома, и прошло уже довольно времени, когда ко мне подошли И и А, молодые в то время люди, часто бывавшие в доме Полонских. Помилуйте, что же вы здесь сидите? Разумеется, давно приехал. Хотите видеть мастита билетриста, взирающая и глаголющая? На сей раз самого себя превзошел. Я вышла в залу и не могла не подумать, как трудно, вероятно, везде, а в особенности у нас в России, чувствовать себя знаменитым человеком. Не только не было ни малейшей важности, никакой позы в том, как держал себя Тургенев, но мне, на мой восторженный взгляд, он показался именно как-то чересчур, по-стариковски прост. Он стоял, слегка сгорбившись, прислоняясь спиной к роялю, разговаривал с незнакомыми мне людьми и среди разговора о ужас! Вынул из кармана большой пестрый фуляровый платок, точь-в-точь такой, какой вынимали актеры малого театра, когда играли в пьесах Островского. Это было уж слишком. Я смотрела на него, и мне так сильно хотелось, чтобы он был не такой, не старый, а молодой, стройный и красивый. Он, автор призраков, и Аси, и первой любви. Радость, когда он узнал меня и приветливо подошел ко мне, заглушила все другие чувства. Он был хорош, и такой, какой он был. Я была счастлива тем, что могла быть подле него. Да, а вот вы бы посмотрели, как бы он отнесся к вам, если бы тут был баварский король, говорил мне и за длинным чайным столом, уставленным тортами и блюдами с бутербродами по петербургскому обыкновению. Вы знаете, ведь он у себя в вилле в Бадене принимал королей. Я думаю, что не стала бы соперничать с королями и примирилась бы с тем, чтобы он был любезнее с королевой, нежели со мной. Стол был слишком длинен и не мог завязаться общий разговор. Тургенев был молчалив, не умел или не хотел привлечь к себе общего внимания. Больше всех и громче всего говорил Григорович, но его остроты и сравнения восхищали, кажется, главным образом меня, как приезжую. Остальные, должно быть, привыкли к ним и мало ценили их. Глава четвертая После пятницы у Полонских мы не виделись несколько времени. Я уже начинала опасаться, что Тургенев забыл меня и без приезда баварского короля, когда в одно ненастное петербургское утро к нам приехал Топоров и передал мне просьбу Тургенева навестить его. Он был болен и ему было запрещено выходить. Во время его болезни я стала его видеть так часто, как только могла и, как разумеется, мне никогда не пришлось бы видеться с ним, если бы он был здоров. Болезнь была подагра, которую он и раньше страдал. На этот раз приступ ее был особенно трудный и мучительный. Он лежал в постели, к нему ездили доктора. Мы поднялись по чугунной лестнице в третий этаж дома на Малой Морской. Это были меблированные комнаты. Из раскрытых дверей маленькой передней я увидела старинный диван и на нем лежащего большого человека с знакомой седой прекрасной головой, которая резко выделилась на темной обивке дивана, когда он навстречу нам приподнялся. После первых же приветствий Топоров уехал за какими-то покупками. Это он заранее так решил, находя, что вдвоем нам легче будет разговориться. Но разговор не налаживался. Я чувствовала себя стесненной и была ненаходчива. Тургенев был мрачен, он, видимо, страдал. Топоров не возвращался. Не знаю, что придумать, я предложила почитать вслух газету и нечаянно уронила ее на ковер между диваном и столом. Тургенев потянулся за нею. Я не успела предупредить его движение. Он сделал себе больно и застонал. И вдруг все для меня переменилось. Поднимая газету, я в первый раз близко заглянула в его лицо. Не автор дворянского гнезда, отцов и детей и прочего, и прочего, не знаменитый Тургенев в эту минуту был передо мною, а просто старый больной человек, которому было нехорошо и одиноко в чужом городе, в чужой мрачной комнате, который устал лежать и не газетами нужно было его занимать. Нам удалось придумать для него новую позу на диване с подушкой за спиной. Для ноги придвинут был мягкий стул и в новом положении боль понемногу стала утихать. Нужно было подложить что-нибудь под локоть, но огромная тяжелая подушка оказалась в такой заношенной грязной наволочке, что нельзя было не поразиться ее видом. Попросив разрешения, я позвонила. Вместо лакея вошел сам хозяин, петербургский немец, толстый, в коричневом пиджаке. Замечание относительно наволочек, видимо, смутило его. Он очень извинялся и прислал тотчас же горничную с чистым бельем. Вдвоем с нею мы быстро все переменили и устроили, добыли скамеечку для здоровой ноги. Вместе с девушкой, возвратившейся Топоров, передвинул по-другому мебель в комнате. Я не могу теперь вспомнить, по какой причине, но не было ламп, и мы зажгли свечи в канделябрах на камине и на столе. Топоров воодушевился и по нескольку раз перестанавливал одну и ту же вещь в комнате, а Иван Сергеевич в темной мягкой куртке с пледом на ногах, с огромной подушкой в чистой наволочке под рукой, радуясь затихшей боли, благосклонно смотрел на нашу возню и давал также свои указания. Пыльные занавески, повторил он, улыбаясь, пыль, мне кажется, так же свойственно занавескам, как роса траве. И как это вы могли заметить? А я вот неделю жил и не замечал, и мои в Париже, наверное, не заметили бы. Топоров неодобрительно проворчал что-то про себя, а я прямо спросила, кто не заметил бы, Иван Сергеевич? Мои дамы, отвечал он, вы знаете, я ведь в Париже живу не один, вокруг меня целая семья, с которой я прожил уже более тридцати лет, семья Вярдо. Да, я слышала, отвечала я, с любопытством приглядываясь к нему и прислушиваясь к тону, которым он говорил. Раньше, во время его визита к нам и у Полонских, мы говорили о вопросах общих и отвлеченных, говорили о литературе. Теперь он в первый раз заговорил о себе. Мне непременно хотелось продолжать разговор. Подали самовар. Топоров стал развертывать свертки и бумажные мешочки. В маленькой банке было варенье из полиники с оригинальным немного затхлым запахом. По выражению Тургенева, им могли бы угощать друг друга египетские мумии. Его особенно любил Иван Сергеевич и топоров, откуда-то его добывал. За чаем я узнала, что семейство госпожи Виардо состояло из мужа, сына и трех дочерей. Старшую из дочерей Луизу я встречала раньше за границей, но к ней именно Иван Сергеевич относился холодно и почти о ней не упоминал. Зато о самой госпожа Виардо и двух ее других дочерях он говорил не иначе, как с восторженной нежностью и преданностью. Мне захотелось видеть их фотографии. Иван Сергеевич тотчас же попросил Топорова принести портфель и достал оттуда положенные в конверт три фотографические карточки. Портрет госпожи Виардо был и раньше знаком мне. Это некрасивое в обычном смысле, но очень интересное лицо южного типа с прекрасными черными глазами. На сцене в костюме она должна была быть очень эффектной. В складе губ, в выражении глаз, в посадке головы чувствовалась энергичная, сильная, властная натура. Такую именно изображал ее в своих рассказах нам и сам Тургенев. Меня поражало, как он охотно и легко говорил о своих отношениях к Виардо. Первое время я очень стеснялась и избегала этого разговора, но Тургенев сам возвращался к нему. Обе дочери госпожи Виардо были красивее ее самой, и я очень восхищалась их наружностью. Ну вот, посмотрите внимательнее, сказал Иван Сергеевич, дотрогиваясь рукой до карточек, которые я не переставала держать перед собой. Эти две молодые женщины, я люблю их обеих, но одну люблю очень, а другую люблю еще больше и больше всего на свете. Угадаете ли вы которую? Я молча поднесла к нему карточку той, которая казалась мне привлекательнее? Тургенев засмеялся и кивнул головой. Угадали, это Марианна, а ту старшую зовут Клаудия. Любимицей Тургенева была Клоди Вярдо в замужестве Шамеро. Тургенев продолжал говорить о них, о их необыкновенной музыкальности, прекрасных голосах. Он с удовольствием пил чай с свежим калачом и становился словоохотливее, рассказывая о своих дамах, как он всегда их называл. Топоров играл роли хозяина за столом, резал хлеб, подвигал масло, угощал вареньем, но с первых же слов о семействе Вярдо на лице его установилось недовольное, как бы даже обиженное выражение и странное дело. То же остро-ревнивое чувство начинало чувствовать так же и я. Теперь я понимаю, что это было несправедливо. Каждый человек имеет право взять свое счастье там, где находят его. Но тогда в голове шевелились спутанные мысли, вроде того, что вот наш Тургенев, наш любимый писатель и какие-то иностранки, ради которых он не живет в России и так далее. И как это бывает иногда, может быть, именно наш вид, впечатление от его слов, которое мы не сумели скрыть, подзадоривали Тургенева и заставляли его усиливать то, что он хотел сказать. В то время новь вышла еще недавно написана в 1876 году, о ней еще продолжали говорить. Героиня ее была названа в честь Марианы Виардо. Госпожа Виардо, по словам Тургенева, интересовалась его произведениями, хотя несравненно менее, нежели роман Семичайковского. Ее муж, Монами, мой друг Виардо, как он его назвал, перевел некоторые из его вещей на французский язык. Молодое же поколение совершенно не интересовалось его литературной деятельностью, и тем не менее, смотря на нас оживившимися ласковыми глазами, Тургенев как бы даже с некоторым упорством продолжал говорить о своей привязанности ко всей семье, интересы которой, по его словам, были ему дороже и ближе всяких других интересов собственных, общественных и литературных. Он уверял, что простое письмо с известием о состоянии желудка маленького ребенка Клаудии для него несравненно любопытнее самой сенсационной газетной или журнальной статьи. Не может быть! Вы клевещите на себя, Иван Сергеевич, сказала я. Ничуть! Вы ведь совсем не знаете меня. Вот вам пример. Предположим, что каким-нибудь образом мне было бы предоставлено на выбор быть, ну, скажем, первым писателем не только в России, а в целом мире, но зато никогда больше не увидеть их. Он поднял и обратил к нам карточки, зажатые в ладони. Или же наоборот, быть не мужем, нет, зачем, а сторожем, дворником у них, если бы они уехали куда-нибудь на остров Вайгач или Колгуев. Я ни одной минуты не колебался бы в выборе. Ну, вот еще выдумали, с неудовольствием заметил Топоров. Нет, это не выдумка. А вам разве так не случалось полюбить? Обратился он ко мне. Никогда? Расскажите мне ваш первый роман. Первую любовь, сказала я. Но мне не хотелось рассказывать, мне хотелось слушать. Я смотрела на него, слушала, и мне становилось все больше и больше жаль этого бедного, огромного, знаменитого человека, у которого была слава, было так много всего, и не было того, что было нужно ему, по-видимому, более всего другого. «Слава, да, знаменитость, да, любимая деятельность», задумчиво говорил Тургенев, поворачивая в руках старенькую черную табакерку с облезшим лаком, «у меня, разумеется, совершенно отдельное помещение в Париже. «Бывают дни, когда я готов был бы отдать всю свою знаменитость за то, чтобы вернуться в свои пустые комнаты и, наверное, застать там кого-нибудь, кто сейчас бы заметил и спохватился, что меня нет, что я опаздываю, не возвращаюсь вовремя, но я могу пропасть на день, на два, и этого не заметит никто, подумают, что я отозван куда-нибудь. Жизнь бойко течет в Париже. «Кто же виноват?» горячо отозвался Топоров. «Женились бы, жена бы ждала». Глава пятая Я все надеялась, что кто-нибудь непременно приедет из Парижа и никак не могла представить себе, чтобы такой знаменитый человек, как Тургенев мог оказаться в таком грустном и беспомощном положении, в каком он был. Но, очевидно, такова участь одиноких людей. А он был одинок. За все время его болезни никто из семейства Виардо не собрался приехать к нему. Днем его навещали петербургские знакомые и друзья, приходили поклонники и поклонницы, нередко его большая и мрачная приемная комната была полна народу, приезжали элегантные дамы в нарядных туалетах, приходили курсистки и студенты. Многолюдство утомляло больного. К обеденному часу все обыкновенно расходились, и по вечерам он оставался один. И тут-то оказывал ему неоценимые услуги верный топоров. Он ухаживал за ним, как нянька, переводил его с кровати на диван, бегал за лекарством, сопровождал в ванну. Иногда заходил по вечерам кто-нибудь из друзей, всего чаще Полонский, изредка Григорович, но еще чаще не было никого. Для меня это были незабываемые вечера. В отношении ко мне Тургенева было много доброты, которая трогала и радовала меня. И он радовался, когда я приходила. Это было так естественно, ему было так скучно. Часто я замечала его внимательный рассматривающий взгляд и не любила этого взгляда, а он любил рассказывать что-нибудь и следить за впечатлением. В моих воспоминаниях в годовщину его кончины я привела три его рассказа, записанные с его слов. «Русские ведомости», номер 239, 1884 год. Рассказывал Тургенев удивительно, красиво и плавно, точно книгу читал. Я позволю себе привести эти рассказы, неизвестные по всему вероятию современным читателям. Музей Я был болен и лечился морскими купаниями в Энтноре, маленьком городке на острове Уайте. Местечко это не пользуется особой известностью, публика мало посещает его, да и нет в нем ничего такого, что могло бы привлекать ее туда. Пологая и широкая полоса желто-бурого песку, образующего морской берег, ничем не застроенный и лишенной растительности стелятся далеко за пределами города. Бутылочного цвета зеленые волны, холодные северные волны добегают с приливом до черты однообразных построек. После отлива на влажном твердом песке, покрытом прядями водорослей, видны выпрямленные фигуры прогуливающихся англичан. Впоследствии я узнал, что в Энтноре было также излюбленное место для общественных гуляний. Это был так называемый музей. Из любопытства и от скуки я отправился взглянуть на него. Мне указали ветхое строение, небольшой сарай, в котором, очевидно, уже впоследствии несимметрично пробиты были узкие отверстия редких окон. Человек с ключом в руках, благообразный англичанин в войлочной шляпе и сюртуке с перламутровыми пуговицами, поджидая посетителей, сидел на скамейке у входа в музей. Он с достоинством поклонился мне, отпер дверь и пригласил войти. Я не сразу огляделся после яркого дневного света в полутьме. Сарай походил внутри на нашей риге, только с насланным дощатым некрашным полом. По стенам, на полу и на двух скамьях развешаны и расставлены были диковинные редкости. Большую частью это были все предметы, выброшенные на берег после кораблекрушений. Тут были обломки старинной утвари, разнообразной мебели, разбитой посуды, окаменелости, морские звезды и раковины симметрично разложены были на полу вдоль стен. Большой громоздкий предмет в дальнем углу невольно обратил на себя мое внимание. Я приблизился. Передо мной была кормовая часть старинного, по некоторым признакам, итальянского судна. Изящно изогнутая, с выдающейся верхнюю частью старинная галера, живописно вырисовывалась в мягком, как бы вечернем освещении на фоне ближней белой стены. Рассмотрев пристальнее, я убедился, что, по крайней мере, этот номер музейных редкостей, они все были по номерам, был несомненно древнего происхождения. Постройка была так ветха, что, казалось, могла рассыпаться от малейшего прикосновения. Мыши и черви источили ее во всех направлениях. Искрас на желтые ржавые налет вековой плесени покрыл истлевшее дерево. В одном месте налет этот был не так густ, и мне почудились под ним едва видневшиеся полуистертые черты. Я опрягнулся ближе и прочел надпись. Очевидно, название корабля «Молодая надежда». Мне понравился рассказ, и Тургеневу было, видимо, приятно мое восхищение. Он много смеялся, между прочим, над моей боязнью привидений, и уверял, что у привидений картонные носы, и что стоит крикнуть на них «У-у-у-у-у», и они исчезнут. В то время он решительно отвергал все мистическое, а между тем так скоро пришлось встретиться с мистицизмом в его же собственных произведениях в «Кларе Милич» и в «Песне торжествующей любви». Но уже и в то время он охотно и много говорил о свето-преставлении. Я рассказывала ему, как моя няня ждала свето-преставление каждую ночь, и я вместе с нею привыкла бояться и так же ждать. А он рассказывал, как он воображает себе свето-преставление. Я вспомнила эти разговоры, когда читала два стихотворения в прозе на эту тему. Помню другой его рассказ, из-за которого у нас вышел спор. Для ясности приведу его, как он был у меня записан и напечатан в русских ведомостях. Прощание. Это было давно, в те ныне прошедшие уже времена, когда в русских дворянских нравах было ездить друг к другу в гости и гостить по долгу, по неделе, по две, с лошадьми, детьми и домочадцами. Однажды мне случилось провести несколько дней именно в таком старинном гостеприимном доме. В нем собралось и проводило время все местное общество. Было много молодежи, молодых и красивых женщин и девушек. Все отдавались беспечному веселью с увлечением молодости. Удовольствия были просты и незатейливы. Гулянье в рощах, катание на лодке и домашние игры по вечерам. Среди женских молодых лиц я невольным образом обратил внимание на одно лицо, то была девушка также из приезжих гостей, подруга юной хозяйки дома. Она не была ни привлекательнее, ни красивее других, и я, может быть, вовсе и не приметил бы ее, если бы не ее взгляд. Задумчивый и печальный взгляд, который она не раз останавливала на мне внимательно и упорно. Я чувствовал себя постоянно под влиянием этого взгляда и не знал, что сделать, чтобы освободиться от него. Я пробовал заговаривать с нею. Она отвечала каждый раз с громким, видимо, ненатуральным деланным смехом, и то, что она говорила, не было незначительно неинтересно. Наконец наступило время отъезда. Я уезжал вдвоем с товарищем, сыном хозяев дома. Оба мы вышли уже на балкон, и общество собралось туда, провожая нас. Все было готово. Обменявшись последними рукопожатиями, мы спускались уже по лестнице, как вдруг чей-то голос сверху окликнул меня, я обернулся. Опершись сложными руками на перила балкона, в расстоянии не более оршина, над моей головой стояла она, черноглазая смешливая девушка. В первую минуту я едва узнал ее, так переменилось ее лицо. Оно было покрыто смертельную бледностью, расширившиеся глаза блистали чудным блеском, но все по-прежнему улыбались нежные, вздрагивающие губы, и тихо, не выдавая в голосе волнения и не изменяя тона, она произнесла «Возьмите меня с собой, возьмите меня». «Но я, я уезжаю, куда же?» пролепетал я. Я был ошеломлен. «Возьмите меня отсюда, навсегда». Сложные руки ее внезапно распались, и она протянула их перед собой. «Любезный друг, вы заставляете ожидать себя», окликнул меня весело голос приятеля внизу. Я сбежал с лестницы и через минуту сидел уже в экипаже. Лошади обогнули двор и поехали аллеей, как раз мимо дома. Я поднял голову. На балконе с бессильно повисшими руками все так же стояла молодая женщина. Ее глаза еще раз на мгновение остановили на мне свой загадочный взор. Укоризна почудилась мне в нем, в твердо сложенных, побледневших губах. Я успел разглядеть, как кто-то там же на балконе подошел к ней и заговорил с нею. Она отвечала своим всегдашним неестественно громким смехом. Кругом так же все засмеялось и зашумело вдруг. Смеялись и мы, плавно катясь в покойном экипаже по мягкой пыльной дороге, но тайное и непонятное мне самому волнение все время не покидало меня. Я не спрашивал себя, хорошо ли, худо ли сделал я, но образ девушки с протянутыми руками спустя много лет все еще жил в моем воображении. Тургенев удивительно это рассказал, и я, конечно, не умела передать всей прелести рассказа. Мне было жаль девушку с протянутыми руками. Я так понимала ее чувства, это чувство женской беспомощности и покинутости, и желание удержать улетающее счастье. Пусть она обманывала себя, но ей казалось, что вот оно явилось к ней хотя бы на мгновение, и вдруг нет его. Уезжает свободный любимый человек, гаснет мелькнувший солнечный луч, а для нее настанут будни, долгие будни, те характерные серые будни прежнего беспросветного женского существования. Это было нельзя, вы не должны были так ее оставлять. Мне показалось, будто Тургенев недоволен тем, что я говорю. Да, но что же я мог сделать по-вашему? Сделать ее счастливой. Все дело в том, чтобы суметь дать счастье хоть на один день, но чтобы воспоминания о нем хватило бы потом на всю остальную жизнь. Вы больше не встречали ее? Никогда? И не жалели о ней? Может быть, она думала хоть день домой? Нет, я ее не любил. Для этого нужно быть Дон Жуаном, а какой же я Дон Жуан? Играли ли женщины вообще большую роль в жизни Тургенева? Одна женщина да, но другие. Не могла же знаменитая иностранка, как не исключительно богатой была ее натура, одна заставить его пережить все те оттенки чувства, изображения которых мы находим в его романах? И с кого-нибудь писал же он своих удивительных русских девушек, своих героинь. Помню, как Тургенев превосходно и с увлечением рассказывал об игре Виардо в Пророке и в Жидовке. К ней же, конечно, относится и его вдохновенное знаменитое стихотворение в прозе «Стой». Но не только нет нигде ее портрета, ни одного близко похожего характера, изображения властной, сильной и в то же время даровитой артистической женской натуры мы не встречаем в его произведениях, он как бы не дерзал касаться в литературе лица слишком близкого для него в жизни. А между тем надежды на возможность перемены в его судьбе, горячие, хоть и не основательные, возлагались не одним легкомысленным топоровым. Были случаи, когда, по словам его близких друзей, что-то как будто бы и налаживалось. Тургенев начинал заговаривать о том, чтобы подольше остаться в России, пожить у себя в Спасском. Молодые интересные женщины гостили в его деревенском доме, затевались общие литературные предприятия, начинались усовершенствования по усадьбе и по школе. Но достаточно было малейшего подозрения там, в Париже. Довольно было одного письма оттуда из в Бужевале или из Рюде в Париже и все завязывавшиеся связи мгновенно разрывались. И Тургенев бросал все и летел туда, где была Вярдо. В его произведениях есть несколько мест с описанием того, как нечто подобное случается или может случиться. Стоит вспомнить вешние воды, переписку. Своё рабство он сам нес покорно, но небезропотно. Бессильные и часто горькие жалобы вырывались у него по самым разнообразным поводам. В этом сходятся почти все воспоминания о нем. Помню, как-то вечером пришел навестить его Яков Петрович Полонский. Сам на этот раз также совсем больной. У него болели зубы, и голова была завязана голубой вязаной шелковой косынкой с длинной бахромой. Эта бахрома, перепутавшись с волосами и бородой, придавала необыкновенно забавный вид его больному лицу, так что, несмотря на все сочувствие, трудно было удержаться от улыбки. Но Тургенев не улыбался. Он смотрел с серьезным и грустным видом и сказал «Вы смеетесь, а знаете ли, что я думаю? Я думаю, что вот эта косынка, женская косынка, и она отдана и завязана была любящей рукой, счастлив тот, подле кого есть такая рука. Не всякому отпущено это счастье судьбой. Человек своими руками творит свое счастье», глубокомысленно заметил Топоров. «Не всегда и не всякими руками можно это сделать», улыбаясь, сказал Тургенев. Глава шестая Главное содержание разговоров с Тургеневым и самая большая для меня прелесть их были, разумеется, его рассуждения о литературе. Я наслаждалась беседой с человеком, для которого, как и для меня, герои романов, выдуманные люди, были часто реальнее, интереснее и ближе настоящих людей. Помню длинный разговор о том, в какой мере и каким путем художник может пользоваться действительностью как материалом для своего литературного творчества. Тургенев разрешил этот вопрос наглядным примером, написав Клару Милич. Я долго не знала, с какой целью он подробно и настойчиво расспрашивал меня о моем знакомстве с А, с певицей К. Те Те же вопросы предлагал он также Полонской. Призанимательный психологический факт, сообщенная вами посмертная влюбленность Алиницына. Из этого можно бы сделать полуфантастический рассказ вроде Эдгара По, писал Тургенев Полонской, которая передала ему подробности о трагической судьбе русской певицы Кадминой и посмертной влюбленности в актрису молодого ученого Алиницына истории, легшей в основу сюжета повести Клара Милич «После смерти». Тургенев сочинение том 13 страницы с 576 по 588 А затем мы обе прочли прекрасную повесть и узнавали и не узнавали свои рассказы в художественном их притворении От литературы разговор нередко переходил к живописи и музыке Тургенев не разделял моего пристрастия к Боттичелли и Гвидорене хотя соглашался что и у того и у другого есть хорошие вещи В свою очередь он называл мне свои любимые картины между ними я помню Юдив Аллори Восхищался он также французскими художниками Милле Коро и в особенности Теодором Руссо один из пейзажей которого по его словам он даже приобрел и поместил в своей парижской квартире Расспрашивая отвечал «Ничего мне не нужно позвольте вы ее вы ее не заметили вероятно она не бросается в глаза стена темный фон раскрытая дверь а в дверях девочка стоит в руках у нее метла стоит и смотрит перед собой больше ничего но какая сила жизни в этом лице да вот это мастерство суметь закрепить ее на полотне это лучше всяких Мадон гораздо более чем живопись мне кажется Тургенев любил и ценил музыку помню его восхищение Шуманом из русских композиторов того времени он особенно высоко ставил Чайковского вспоминается мне один наш разговор по поводу русских песен Тургенев рассказывал как ему случилось обедать с англичанами в большом обществе в Лондоне среди присутствовавших находился Теккерей разговор зашел о музыке о народных песнях Теккерей сказал что не имеет понятия о русских песнях и выразил желание послушать их я не могу вспомнить теперь кому пришлось исполнить это желание знаменитого писателя самому ли Ивану Сергеевичу или тут был еще кто-нибудь из русских который спел песню но эффект пения получился совершенно неожиданный для меня песня была выбрана прекрасная старинная известная лучинушка Теккерей не дослушал ее до конца повалился на диван и начал хохотать так что весь его большой живот колыхался от хохота что же могло ему показаться таким смешным но а вы что же сделали спросила я что же я мог сделать возразил Тургенев очевидно ему были настолько чужды эти звуки глава седьмая помню в то время и впоследствии меня поражали неутомимое внимание и серьезность с какими относился Тургенев к разговорам о литературной работе к рукописям и к литературным планам самых наивных и неопытных начинающих писателей он не любил слово писательница и говорил одинаково относя к женщине или к мужчине что есть писатель и у каждого есть муза была ли причиной этому близость открытия памятника Пушкину или необыкновенная любовь к нему Тургенева но мы всего чаще говорили с ним о Пушкине мы оба многое знали из него наизусть и Иван Сергеевич заставлял меня произносить целые главы из Евгения Онегина помню как на строфе с каким тяжелым умилением я наслаждаюсь дуновением в лицо мне веющей весны он меня остановил и сказал заметили ли вы это выражение с каким тяжелым умилением а понимаете ли вы как это сказано я я дал бы себе отрезать по мизинцу на каждой руке за то чтобы суметь так сказать вот что нужно изучать учить наизусть стихи и прозу вот вам образец вещества